В общем, guys, я вас всех приветствую. Сегодня продолжим играть в великолепную игру под названием Children of Morta. Вчера поиграли, в принципе, игра понравилась. Есть еще контент, который можно посмотреть. Посмотрим. Спасибо, Некрпэн, тебе большое за 168. Зрители, я так понимаю, я помню, как ты заходил, ты в шашки играл, да? Спасибо большое за хост, спасибо. Как тебе шашки, как успехи, потому что что-то я подзабросил, подсгорел. Вот. А мы, да, мы продолжаем играть в Children of Morta. Это пиксельный рогалик, весьма такой, знаете, нестандартный рогалик. Есть у него интересные идеи, интересные наработки. Особенно мне нравится то, что для таких, как я, которым сложно играть в рогалике, здесь, как бы, если ты с первого раза не прошел, умер дан, что ты возвращаешься сюда, и тебе дают деньги на прокачку, и ты можешь качаться. И эта прокачка остается с тобой. Вот. И вот эта вот механика мне очень нравится. И, собственно, да, да, продолжим сегодня играть. И также мне нравится то, что здесь можно играть за разных персонажей, то есть не привязываешься к одному. Ну, в ЕТГ, в принципе, так же было. Но в ЕТГ персонажи особо не отличались, кроме стартовых айтемов. А тут именно стиль борьбы, стиль сражения, как бы, отличаются. И это круто. Это круто. А ты чего пиксельный? Да я решил под стиль игры быть тоже пиксельным. Вот. В общем, да, ребят, я вас всех приветствую. Всем большое спасибо, кто пришел. Давайте начинать. Сейчас я только чуть-чуть тут вот так вот сделаю, потому что что-то у нас проблемы какие-то. И вот так вот. Все. В общем, да. Все. Ребят, всем привет. Погнали. Мы остановились на... Остановились на третьем данже. Нужно его пройти. В игре меньше пикселей, чем на тебе. Ну, да, но я вчера сделал меньше пикселей на себе. Но люди думали, что это у них что-то с качеством. Поэтому я решил, чтобы доверняка. Чтобы доверняка. Так, мы вчера играли за Линду. Линда, в принципе, стала хорошим сейчас воином. После того, как батя всех прокачал. Линда хороша. Я еще вне стрима вчера поиграл за Кевина. Кевин, кстати, ребята, тоже стал лучше, чем был. Вот. И он теперь играбельный персонаж. Я специально вчера за Кевина поиграл. Чтобы скверну убрать с Марка. Поэтому давайте, наверное, так как боссы проходить лучше всего Линдой. Сейчас поиграем за Линду. Но на очереди у нас будет по-любому Марк. Вот. Поехали. То есть последующий данжи будем за Марка выполнять. Блять. Что-то такое со мной, твари, происходит. То ли я опять заболел, то ли хрен знает. Поясняю за подписки для таких, как я. По 2.50 только подписки первого уровня и только себе. Поясняю за подписки. Я, может быть, где-то ошибку допущу. Потому что я сам не смотрел еще на других каналах, как это работает. Но если вы покупаете новый саб, то есть если вы еще не сабались на этот канал, на мой канал, то для вас подписки 2.50 стоит. И, я так понимаю, подарочные подписки, которые вы можете подарить, они тоже 2.50 стоят. Как-то так. Вот. То есть новые подписки. Главное, чтобы это было не с телефонов. Ядрить, вырви глаз, Фомби может верни, как обычно. Да ладно, что вы на меня смотрите, если и на игру смотрите. Девушкинку держал канал на осторожне. И передали. Фомбич, это какое-то болезнь. Ты весь покрылся пикселя. Тебе надо лечиться. Спасибо. Спасибо, Добс Дэн. Спасибо, Добс Дэн. Да не такой же я и проблемный. Нормально все. То есть, значит, как в игре на пиксель, так вы смотрите. А как на мне на пиксель, так вы уже не можете смотреть. Так. Значит, что я хотел посмотреть. Во-первых, нам нужно докачиваться вот здесь. Во-вторых, я хотел посмотреть, сколько у нас тут по шансам. Шанс крита 13.5, шанс уклона 9%. Но, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Я думаю, в ближайшее время будем именно шанс крита и шанс уклона максить. Одна проблема. Крит урон маленький. То есть, 180% это такое себе. Вот, поэтому нам нужно еще будет задуматься именно о крит уроне, когда он откроется. Но пока он у нас закрыт. Пока мы его не можем качать. Я вчера, кстати, когда играл за мелкого работягу, мне дали опять айтем на восстановление хп. Такая имба, конечно. Просто реально имбища. И мне почему-то показалось, что в релизе его чуть-чуть пофиксили. Вот. Ей, течь, скрит. Ой, 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 добрый вечер. Тихо-тихо, только не... Да, ну, что это за подстава? Ты же сюда бежал. Так, этого убил. Как, собственно, не попадать этой херней? Спроси у меня, я тебе отвечу. Вот так. Просто не попадай. Убиваем мелких... Ой-ой-ой, там этот спрятался, я его не заметил. Убиваем мелких ублюдков, за них прокачиваем и получаем бабло. О, я вчера, кстати, до 70 с чем-то прокачал, а там около 100 голды дали. Привет, шурли-бабурли. Я думал, это я под грибами, а оказывается, что так и задумано. Привет, вандал. Зацензуренный фомбин, да. Подарочный, вроде, за половину цены. А, за полную цену. Слушай, давай проверим. Я же это могу сам проверить, наверное. Слушай, ну, вроде, если подарочный за полную цену, то это какая-то такая себе, как бы, акция. А, ну, давай проверим. Подарить подписку. Так, подарок... А, я что не могу подарить? Вот, подарить подписку. Первого уровня. Искать по нику. Не написано. Нормально, что тут не написано, сколько она стоит будет? Да, 4,99. Значит, это не распространяется на подарочной подписке. Сорян, тогда дизинфа. Вчера тоже купил отличная игруха, но третьего босса не осилил и пошел спать. Это ты про камня этого, которого огромного? Самая опешная тут лучница, но она и самая скучная. Потом батя, а потом любимый Марк, как самый лучший герой. Ну, конечно же, Деус Дэм, конечно же, ты у нас зачит инжанил, и ты теперь профессионал в этой игре. Конечно же. Пожалуй, я пропущу твое мнение. Как читера. ОП-шная, говорит, самая девчонка. Голем этот пока самый сложный из трех. Да, он действительно сложный. Давайте его меньше сделаем. Он действительно сложный. Я вчера на нем даже чуть-чуть подгорел. Прям подгорел, подгорел. Ну, реально, у него такой мувсет быстрый. Вот эту вот волну, которую он дает, я хз, как ее и выйдет. Не-не-не, все нормально. Если ты смотришь и не облизываешь монитор, все будет хорошо. Главное, не облизывай монитор, когда смотришь на меня. Как игра. Игра великолепная. Если тебе нравятся рогалики, эта игра тебе понравится. Если не нравится, ну, хз. Думаю, тоже понравится. Она просто полегче, чем обычные рогалики, в которые я играл. Тут же ЕТГ намного сложнее. Тебе эта игра не напоминает по графике Dead Cells? Не напоминает. Выглядишь норм, но пиксели больно мелкие. Можешь их увеличить. Обязательно. Обязательно. Не напоминает Dead Cells. Потому что в Dead Cells я играл мало. Но, блин, я не знаю, как-то пиксельная графика и есть пиксельная графика. Сложно сказать, напоминает она или не напоминает. Сколько игра стоит приблизительно? По-моему, 460 рублей, если я не ошибаюсь. Или сколько? Да, 460 рублей, по-моему. Ну, я сразу вам говорю, ребят, заранее за лучшицу лучше играть, когда у вас будут прокачаны все работяги до 4 уровня. Минимум. Потому что что-то на лучшице я прям подгорел в начале, когда я играл. А сейчас она довольно кростенькая стала. Вот и этот сраный паук взялся. У меня, во-первых, мало хп было, когда я изначально ее начал играть. Она была еще, ну, басом полным. Вот, во-вторых, она что-то вообще не дамажила. Часать тебе доску ссора можно? Не советую. Можно тоже подцепить, заразу, это. Так, ну, зато, зато у нас есть чисто сердечное признание, кто меня постоянно нос мышкой чешет. Блин, че-то, я вот вам говорю, как-то связано прохождение, повторное прохождение данжей со скверной. Потому что вот реально стало больше спауниться этих ублюдков. После того, как я зафокапил пару прохождений. 330 гривен в стиме, да, в гривнах, конечно, подороже. Да это стим вонючий, я не знаю, когда они пофиксят региональные цены. Что-то с ингейм-контентом, но я пока не в ингейме, далеко не в ингейме. Тут есть сюжет, если что. То есть это довольно серьезное отличие с обычными рогаликами. Обычно в рогаликах ты бессюжетно просто бегаешь. То тут есть сюжет, и он последовательный. Так, значительно повышает удачу, нам нужна голда. Нам нужно много голды. Так, тут у нас что-то в тупик. Так, сейчас, ребят, чатик чуть-чуть не читаю, потому что тут у нас нужно пофармить, пока висит эта хрень. Да что это за ящик, который пустой? Я как раз голда мне надо формить, а они все пустые, блин. Предватаж, и так, ребят, сейчас, сейчас, сейчас. Не могу, не могу читать. Создает область, которая замедляет врагов и наносит им урон. Главное, чтобы сейчас я не насыпал у меня паспасивок на всех данжах. Так, так, так. Едем, едем. Просто бабки в этой игре, это все. Они очень сильно помогают. Так, левел плюс. Давай, ящик, ящик не подведи. Да это второй ящик пустой, серьезно, что ли? Что за удача сегодня у меня? Уах ты, ети, как там. Не застрял, я застрял, я опять застрял. А, я не застрял. У меня просто не откатилась эта сила. Пианист, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное. Сейчас, сейчас. Дайте, дайте, пройдет баф, и я с вами поговорю, чатик. Спасибо большое, пианист. Дайте его как следует. Смайлики твои, песо твое, буррито твое. Песо теперь больше капает. Все как обычно. Спасибо большое. Приходи обязательно на GTA, потрать свое песо. Q прожимать, да, надо Q прожимать. Сейчас. Мы ее не заметили. Как там голда? А, и все, баф прошел, можно читать чатик. Сейчас. Так, значит, что там у нас? Пианист, спасибо тебе еще раз большое. Удачно пустые ящики. Это да, это да. Так, 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 так. Синие мобы под скверной. Похоже на мобов из 2 King's. Да, похожим. Там тоже какая-то тема со скверной. 20 евро у кого-то стоит эта игра. Офигеть. Жесть. Ну что-то 20 евро, это супердорого для инди-шафтинга. Теперь я понимаю, на чем инди-проекты живут. На европейских ценах, блин. Так, у меня, кстати, каким-то образом организовались, собственно, вот, да, ярость стражи. 11 секунд можно настреливать. Либо, когда она стоит на месте, она повышает себе урон. Каждый выстрел на 6%. Я не знаю, стоит ли это брать. Не знаю. Просто я редко ей стою на месте. Реально редко. Поэтому возьмем, продлим ее ярость. Хотя можно было бы, наверное, вот это вкачнуть. Либо вот это. Три. В стиме 418 рублей. Да, но в стиме не у всех одинаковые цены, правильно? Основная атака может оглушить врагов. Оглушение. Оглушение это для жирных. Для нее это очень хорошо. Жалко, что на боссах не работает. Был бы вообще топовый топ. Так, тут мгновенное исцеление у нас есть. Если будет совсем дела плохи, можно сюда подойти. Вот опять куда-то улетела, не пойми куда эта стрела. Я думал, на релизе пофиксит эту тему. У нас за такую игру не дадут полтора киузка. Да, это да, это да. Понятное дело. У нас уже триплэй проекты, иногда и трипутка это много. Вах, ты ететь, сколько их тут, а ну сюда подошли. Ля, какой же я крутой. Просто капец. Хорошая, кстати, пассивка под нее. Ой, активно еще. Ой-ой. Ну, это замедление такое подлое. Вот так тут можно было обыскать. Блин. Хорошо, успел. Так, четвертая скверна это. Здесь голда. Не скверна, а как ее называют. Камушек, короче. Только откатывается долго. Да не, нормально. Вспомни хилку, которая там сколько, 70 секунд откатывалась или даже больше. Жалко, что она на босса вряд ли будет работать. На боссе вообще все эти замедления и прочей фигня не работает. Это прям обидно. Инди фомит, да? А почему бы и нет? Тут, ребят, есть разные персонажи. Я сейчас играю конкретно за лучницу, потому что против босса, которому я иду, лучица лучше всего заходит, как по мне. Но здесь разный персонаж с разной боевой, собственно, механикой. Я думаю, мы сегодня всех еще посмотрим. Там на подходе у нас еще дед. Я так понимаю, он скоро откроется. И, возможно, где-то до новой МВА етить, колотить попал. Маги есть? Пока у меня не открыты, но, возможно, будет. Тут они открываются степенно по прохождению. Тут даже, наверное, знаете, не по прохождению, а по количеству данжей, законченных или проваленных. Инди фомит в два раза дешевле за то в эпку квадрате. У меня всти ярость накопилась. Так, мы нашли выход. И тут у нас торговец. Получение специального удара воскрешается. Вот это надо брать. Повышает шанс критического удара. Надо брать. Смит-4 позволяет наносить двойной урон, когда здоровье опускается ниже 25. Выпускает мощный импульс и отталкивает от себя врагов. Так, ну давайте пока возьмем вот это. Надеюсь, оно бесконечно будет длиться. Потому что какие-то из них бесконечное количество времени длятся, а какие-то нет. И вот хрен поймешь, как оно работает. У нас, я так понимаю, на десяточку, да, повысились? На пятерку. Ну, тоже хорошо. Ну а забашимся сегодня, нет? Отличные шансы на баш. А тут не написано? Ну там, я думаю, процентов, наверное, 5. Может быть, 3. Если только что на месте стоял, в принципе, наверное, эту штуку можно туда взять. Который повышает демэк, если ты на месте стоишь. Ну там 6%, хотя ее прокачивать же можно. Чего его как артефакт не поставить, раз он бесконечный? А тут многие вещи так работают. Я не знаю, зачем это было сделано, зачем это разделение, но оно есть. И тетик повылазило. Просто капец, как много повылазило. Блин, ничего не дали за них. Да, ты издеваешься надо мной. Вообще, эти мелкие хороши. На них можно прокачиваться. Еще голду фармить. Сомонерцы в циркле. Наверное, ничего не придет. Ой-ой-ой, я тупанул. Блин, они сейчас кого-то призовут. Они сейчас убера призовут. Агрейтер армия, но также агрейтер армия. Агрейтер армия. Ладно, все хорошо. Ничего не произошло. Сколько мне там хп? Да хп нормально, что я парюсь? Они просто сомонят. И пока они сомонят, можно сбить этот сомон, понятное дело. Но это, кстати, не умер. Это обычная работяга. Так, меняет божественную реликвию на случайную после использования. А у меня сейчас какая реликвия? Основная атака может оглушить врагов. Но она что-то редко срабатывает, поэтому я рискну. Реликвию! Это не то! Я перепутал. Временно... Временный взрывающийся щит. Твою мать, я перепутал. Ну ладно, ладно. Конечно, я очень классную штуку просрал для этого персонажа. Ну что ж поделаешь. Модификаторы не завезли. Ускорение мобов, уменьшение хп и так далее. Уменьшение хп есть. Тут много модификаторов различных. Почему-то вы так вопрос-то и не завезли. Имбуролил. Да. Да я что-то подумал, что я от оглушения избавляюсь. Ладно, впредь надо быть повнимательнее. Так, у меня, кстати, трешка. То есть я могу еще докупить. Ящики, я понятное дело, не открываю. Там слишком редко что-то хорошее выпадает. В основном голда и в основном не особо много. Ах ты ж падла. Так, тут у нас сейчас какое-то, что-то будет, короче. Какая-то труба. Интересно. Попробую, что за щит. Попробую, попробую. Я только не понял. Он меня дефа, это дэмэджи или нет? Ну, судя по названию щит, он должен дефать. Ну, что-то я не заметил. Ой, это хорошо. Минус максимальное здоровье, зато плюс дэмэдж. Так, мы открываем еще новую. Новую прокачку. Новую прокачку. В сердце стены. И для тех, кто обещает бога, это что мы читали. Там новая стена войны. А что у меня вот здесь происходит? Нормально? Если он будет защищать, тогда под боссом да. Но я сомневаюсь, что он будет защищать. Так, основная атака замедляет врагов. Нам еще бабка дала. Вы нашли руну способность. А-а-а! Помните, мы читали про какие-то руны? Я не понимал, что это такое. Вы нашли руну способности. Руны трансформируют способности уникальным образом. И пропадают, когда вы применяете способность. Чтобы продолжить нажмите пробел. То есть три раза всего лишь можно заюзать? Что-то так как-то мало. В пати можно вдвоем играть. Оператив. Так, вот оно замедление какое-то. А-а-а, тут шкала еще. Но я пока не особо понимаю, как это работает. То есть эта штука реально не бесконечная. Три полоски надо ждать, может быть. Ой, хорошо, дали скверну еще эту. Еще эту штуку скверну называют, аж дискверну. Камышем дали еще один. Оно заведевляет, пока есть шкала. Но это такой себе. Снять хейдес после этой игры? Не хочу. Не знаю, мне хейдес что-то графически вообще не нравится. Так, и тут у нас что? Идите, я впервые такое вижу. Наверное, сейчас сражение какое-то будет. Забыл, что такое Диа. тепло. Блин, ну наверняка что-то надо сделать. У меня что-то нет идей. Рун действует ограниченное число. Раз, пока шкала не закончится. Ясенько. Через фахил стреляешь, стрелы неогненные? Нет, это не та игра. Пред ваук свойт. Что-то он еще, видите, какой-то колодец. Я впервые вижу такое оформление. В этой игре. Мне кажется, это тупая история, может быть. Так, ну хорошо. Значит, мы сейчас можем прикупить себе еще три предмета. Ой, три. У нас есть четыре эти штуки, хотел сказать. Мы можем прикупить себе вот эти труселя, которые нам дают второй шанс. Либо, ну тут только труселя как бы интересуют, поэтому берем труселя и погнали дальше. Криты пока еще есть, значит они не пропадают. Золотишко осталось. Да ладно, там того золота. Пропустил, так пропустил, ничего страшного. Все, короче, руна прошла. Нужно понять, где эти руны брать. Летить тут можно, а зафармить. Можно было, но нельзя. Так, что это такое? Создает тотем, дающий... О, твою мать. Создает тотем, дающий огромные бонусы. Отличная информация. А нельзя было написать, какие бонусы. Можно, конечно, проверить. Так, что у нас сейчас? 5, 9, 30. 5, 9, 30. Тут какой-то хил. То есть мне почему-то кажется, что этот тотем каждый раз будет давать другие бонусы. То есть разные бонусы. Ну, довольно долго стоял. Потому что он был задавелись к силы перед боссом взять. Так, сюда потом. Роги, то она тебе артефакт скидает. Кстати, я замечал подобное. Иногда вот эта, да? Она как-то подсвечиваться начала, да? Я замечал подобное, но я не понимал, откуда и как, и что берется. Блин, и как берется. Теперь понятно этот пентаграммы. Ага, прикольно. По-моему, я такую же штуку дала, да. Вокруг возникает щит, поглощающий получаемый урон. Взрыв наносит ответ на удар. Кайф! Тупо один айтем на другой поменял. Одинаковые айтемы, оказывается, в этой игре могут выпасть. Это кайф. Ну, что-то я вообще не обращал внимания на эти пентаграммы. Иногда у меня реально айтемы из ниоткуда падали. Я такой думаю, что произошло? Откуда они упали? Вот оно что. Так, нужно еще направо сходить. Вот, это же тупик. Хотя вот он еще пропустил. Так, ну поехали дальше. Насколько она 5%? То есть около 20% критов. Вот эта подстава была. Еще этот золотой вылез, хрен. А, я их не подпускаю. Прикольно, прикольно. Интересно, как это на боссе будет работать. Привет, рысь. Что произошло? Еще у меня айтем поменялся на зелье. А что произошло? У меня тупо айтем поменялся на зелье. Что за... Мне все-таки кажется, щит был бы получше. Замонеры в цирке. Наверное, ничего не будет от этого. Что бы мне, случайно, негде было менять. Ой-ой-ой. Хорошо. Ну и обычно, если меняешь, то выпадает, а это... Который ты меняешь. Короче, что-то с радой произошло. Ну ладно, может, реально поменял и не заметил. Тебе здесь какая-то штука, который и там меняет. Да, но она же... Она же все... Израсходована. Открывать здесь новую. Область действия взрывного крещенда увеличивается, но урон снижается. А, это руна. Ладно. Снизили чуть-чуть урон. У тебя красный моб... Вы попадались? Мне как-то раз попался. Обычно, но красный чуть-чуть не отъехал. Да, попадались уже не раз. Мне как-то попался желто-красный моб. Не знаю, как это объяснить, но это, короче, был уник-убер. Убер-уник. Ни хера там рейнджа. Вот это было реально жесть. А я еще величником играл. Слушайте, реально айтем опять поменялся. То есть, ту штуку, которую я приняла, она теперь постоянно меняет божественные реликвии после использования. А-а-а! Вот оно что! После использования Я думал, после использования Этого айтема она меняет А не реликвии после использования Жесть Ладно, хорошо Так, сколько у меня? Две, что я могу купить? И урона за счет Медленной и постоянной потери здоровья Ребят, то самое Останавливать часть Максимального здоровья Увеличивать скорость передвижения Но на боссе Скорость передвижения вряд ли поможет Получается, ты юзаешь, идет кд и потом меняет Да Да Короче, я слегка перепутал, а это мы Идти сержа теперь Еще руна Ядовитый поцелуй Надо было, наверное, на выходе взять ее Знаете, за юзом этот айтем, потому что на боссе он мне явно не нужен Посмотрите, что дадут Ну, с другой стороны, на боссе я только один раз айтем смог бы заюзать Поэтому нормально Так, тотем анархии Страна какой-то назвали на замедляющего тотема Потому что я правда неправильно посчитал Анахиды Анахиды Так, вокруг возникает магический камень, который вращается по спирали, нося урон врагам Фигня Стрелы так быстро прошли Да ты врешь сегодня, нет, охренеть Зато ты увидишь все активки Да Времени подрать Создает водоворот, притягивающий врагов Ну, да, кстати, классная активка, но на боссе, понятное дело, она не работает Да, отлично, кстати Да, прям притягивает Ой-ой-ой Просто весь дэмэдж впитал, который был Ну, у нас там есть еще скиллка, так что Тоже не париться По поводу полученного дэмэджа Так, и тут у нас опять бабуля Два новых грида за один данж По-моему, это хорошо По-моему, это очень даже хорошо Она же тебе не зашла Да, она не зашла меня, когда я изначально играл, но потом оказалось, что весьма неплохой персонаж О, божественный щит нам вернули Вот божественный щит я, ребят, не трачу Инвиз бы, конечно, было бы получше Так, мы теперь прокачивать можем Эти, как они, опыт Теперь нам будет больше опыта идти за данжи Ну, то есть надо за это деньги потратить, понятное дело Это хорошо Вот мы и нашли, на что деньги тратить Это новая статуя Сейчас будешь Выходить от бабули Новая статуя А, это не статуя, это просто камень Мы такое уже находили Так, ну что, погнали я тогда хп отхилю себе полностью И на Босяцкого Милкан, кстати, в воскресенье будет ГТА Приходи, потрать свои песы Я всех зову на ГТА, чтобы все потратили свои песы Потому что там реально круто будет Так, ну что Значит, вот эту штуку берем И восстанавливать часть максимального здоровья И берем вот эту штуку То есть это нам позволит восстановить здоровье Либо увеличить скорость Давайте возьмем сначала вот это Талисман Блять Так, значит, юзаем и погнали Все, ребят, босс Наверное, включаю щит и сразу же начинаю настреливать Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй был все гг у меня был второй шанс я забыл о какой же дерьмовый босс просто не могу просто босс дерьма просто босс дерьма же мне бесит я еще про вторую шансы похода наш маг будет он смол че этого заряда вот как реальность осталось ободка даже у ворот не помогает не помогает вот тут что я должен сделать что я должен сделать от этого заряда от него никак не уйти зачем делать босса с навыками от которых ты ну вообще никак не уйдешь ну что за бред реально тупо идиотизм это уже третья попытка убить вонючего босса и третья попытка заканчивается одинаково тупо убивает вот этой своей вонючей волной диска раньше хотя бы волну по земле давал меня типа прийти прикапывал к земле и я мог уйти от этого удара о какой же дерьмище блять так ладно тут что новое открыли увеличивает количество опыта получаемые за победу над врагами 650 на 10 процентов мало открывает рунные для разных ячеек повышает прочность рун на 1 и 5 так у меня есть кстати 4000 голды я могу вот это вот взять и мы теперь а не могу не хватает так честно реально дичь вот реально дичь вот как можно так вот так такая вот дичь так значит давайте возьмем вот так больше не хватает типа на 20 процентов повысили опыт который мне приходит вроде неплохо время действия сети были почему так дорого стоит эта хрень святилища не настолько крутые в этой игре а стоит она прямо вообще нереальных каких-то денег так и здесь шанс уклонения крит стоит 1900 можно урон качать передвижение дорого стоит на тирана уклон об ним до 8 и остается 900 можно либо не тратить либо опнуть броню больше хп будет дать и больше какого дня сегодня могу было мы вот так обидно реально вот реально обидно это чё за статуя там было казалось на ней что написано было так значит у нее сквер на теперь накопилось то есть я два раза и подряд нет погодите я и один раз ходил то есть теперь после после каждого захода скверно накапливать возможно после смерти хрен узнать ладно давайте теперь за этого работягу походим на скоро еще и так понимаю мелкая откроется давайте за марка походим такой довольно интересный персонаж с его этим кунг-фу не знаю правда на боссе нормально заедет но прошлый раз я на боссе включил по моему неуязвимость и прям очень хорошо им навалял так за счет у него что три раз половина шанс крита 14 ворота это очень хорошие показатели 100 200 хп и 18 урона офигеть мы ему еще вот это вот прокачаем не будет вообще найс я кстати почти скоро лэвл будет а ну поехали за него конечно копить этот стаки очень легко так значит сразу же берем себе увеличивать дальность основных атак марка что позволяет ему делать рывок на большем расстоянии тут не написано к сожалению какой рывок у него сейчас расстояние не хватало бы не хватает этой информации либо можем сосредоточенность на ярости обретает силу и проводит серию мощных ударов длительность 7 ну на босса надо по-любому это взять а для того чтобы она успела зарядиться надо выбрать пораньше я задумал страшно купить новую нитендо свитч с оправданными это реально страшная вещь какая-то ну вон у нас у да у демо есть свитч а а что он тебе что подскажет а 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 неважно а 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 любят они короче очень сильно мансят и вот вот их мансы они прям очень больно не называть эту штуку прожимать я как эту мелочь не попадаю ой бля хп что-то мало конечно такой рисковый малый все лишь хорош если часто ездишь в командировке или просто путешествуешь вот это да вот может быть и из-за этого свечи и у меня там всего этого понятное дело нет при контакте наносит врагам урон при контакте наносит врагам урон личное название как бы не могли бы подсказать что конкретно она делает при каком контакте что-то за звук был копичный шею что-то где-то открыл контакта да да вот такой вот контакт потом не смешно так у насчет доход x2 что ж так больно то понял при каком контакте при любом контакте у меня уже был кстати такой это ничего не нашел отлично значит у меня сильно пробили разучился играть этим пацаном так сказал как будто бы миллиард раз уже за на него играл лично кстати комната прям великолепно это все даже шанс восстанавливать здоровье при атаке для этого молодой человек кстати может быть неплохой баф в трупе на колях что-то или показалось я нажимал f ничего с него не выпало е-мое долбаные лучники как же лучники душа прям душу душу так что такое дает шанс при получении удара выпустить снаряды в разных направлениях уже затем было что-то дать там джима чуть-чуть не хватает болит что-то хп все меньше и меньше и меньше становится и нибудь интерактив чеки буду до воскресенье будет где-то пятый новый интерактив самого начала первый день короче поэтому ребята обязательно всем быть эти штуки так бесит что в этой игре вообще не бесит надо быть проще помещу ни одного камня не выпало вот это я зарядил больно так это руна какая-то дает самоцвет а ну да это отлично а отличная штука но это что-то 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 критинь вылетает прошлый раз когда я за него играл там крит за критом вылетал ну там по-моему и была у меня пассивка на крит но она же не сразу появилась правильно так хорошо дальность четыре а потом четыре и шесть доросковорокер я сверху голду пропустила ну хрен уж с ней часы вылетает мы мы в рус они могут у есть которые у у 50 или болен с этой штуки руна выбор какой-нибудь вампиризм у меня есть вампиризм он правда срабатывает не так часто как хотелось так это у нас уже переход на третий уровень окей сколько мне 4 отравляет раненых врагов чем на раненых время от времени восстанавливать часть здоровья повышает скорость передвижения и шанс уклонения но отнимает способность уворачиваться спасибо создает тотем который отбрасывает врагов на часть здоровья ну давайте отравления возьмем и может быть то собираем еще на что-то откуда отхил ну вообще с них падали падал отхил когда я их бил ну еще я так понимаю этот вампиризм когда спамишь очень тяжело отключиться и перестать спамить да давай блин они все-таки призвали не не призвали хорошо да типа мог порисковать я видел что это куча хп валяется поэтому можно так прямо войти всех подбивать надеюсь мы сейчас убьем босса он меня реально уже так достал руна нет не руна дает эффект случайного обелиска морды но это вообще какие-то идиотизм а вот и руна основная атака может дойти врагам урон от молнии а это что у нас помогает быстрее восстанавливать ярость счет того что я росли нас это 40 процентов брони это топовый для нас сайта так еще бабуля бабуля опять дает great офигеть 3 great за второй данж рейс барси кэн мэй знание реликвии разблокировано это кофтера так улетела игра выглядит фантастически бред капитан джонова реально очень хороша она помимо того что выглядит она еще сама по себе очень интересная привет пауль стрелы в разные стороны вылетает эту руна от пацана с даггерами это наверное не руна это айтем вот он выпускает снаряды при получении ударов так лучше восстанавливаем здоровье погнали только что сидел 3х4 . так а там я сверху все она сверху это же переход так хорошо это значит что дает время от времени восстанавливать здоровьем ну блин такой себе ну давай возьмем так и на эрке блять что я сделаю это сделал я ярость случайно прожал давай юмать ладно бывает на цешке у нас точнее на эрке у нас дает эффект случайного обелиска морды понятно огонек какой-то рядом с нами летает этот который нас хили типа на слушай ну с отхилом этот чувак был вообще какой-то имба с лайфстилом я имею ввиду чуть-чуть вот он умер про которого я но это не тот это не двойной умер на него метеориты летят я попал а у ворот у ворот сработал кайф так еще какая-то руна это выбросила я можно пообузить ладно не буду все с отхилом имба ну конкретно этот чувак потому что меньше демиджа получает то есть он успевает как бы отхилить который ему сносит за счет того что он поменьше демиджа получает на 40 процентов что это по данжеру сбежался умер для лёши приехали водителя ожидает вот так призвать дракона которые атакуют врагов и источает наносящий урон жидкость звучит как супер что-то крутое новой а то есть еще один умер лол уже неправильно его называют и просто самое ближайшее самое ближайшее для меня название это из diablo уберем потому что он выглядел похоже иконка выглядит похоже для вот это больно было будет какой же лайфстил крутой так значит карающий кнут отправляет врагов отравляет врагов наносит им периодический урон и снижает их силу а это отравление было не хил кнут выпускает волну магической энергии но этот уже почти закончился давайте заберем тогда этот хорошая ауэ дота реликвия да она почти закончилась ну выпускает энергию звучит тоже интересно а кстати даже новый сам добавился бэн или я уже или я уже плюсовал погодите погодите да не при плюсовал опять эта стена близ не явно что надо сделать а я другое а она другое а она дата тачь а не и дая галам от стиле протектора антар пипу и коммендов блядский голем который меня убивает На самом деле так было, в Саванна-тайм. Счастье и злоба были вместе, чтобы создать место защиты. Уже не первый раз такая тема. Слышу звук, не понимаю, что происходит. А, я же могу сделать так. Блин, вот это кайф! Если основная атака наносит критический урон, срабатывает кулак стража. Кевин... Чё там? Кевин появляется и использует танец теней, когда основная атака наносит критический удар. Ну давайте оставим, мы всё равно отсюда будем уходить. Потом заменим. Или не будем, кстати, уходить. Ну, в общем, надо запомнить, что она там лежит. Я не могу так помнить. Чё, мне дебач в меч устал? Нет? Опять Опять ты Какая же красота Он мне всего лишь 20 демеджа нанес Вообще, этот убер он супер много наносит Но за счет моей сниженной За счет моей повышенной брони Я его вообще не ощущаю Так, что мне дали? Черепок Так, а что тут сделать надо? У них тут какой-то ритуал Нихера себе, вы видели, как я Энергию высвободил Охренеть Жалко, что на блафсе эта штука не работает Так, сколько у меня пятерик есть уже? Хорошо Кстати, а где броню смотреть? Это очень хороший вопрос Мы так и не нашли ее Так и не нашли где смотреть Так, а тут можно было вправо сходить А, нифига, тут две эти Так, ну вот это вот спуск к боссу Но я еще пройдусь Может, что полезное найду еще Так, вот это Повышает урон от основной атаки Но снижает максимальное здоровье Берем Дает самоцвет Отлично Потратить два самоцвета Для того, чтобы тебе дали один самоцвет Который замедляет врагов И наносит им урон Блин, вот это мне не повезло с айтемами Просто капец Который отбрасывает врагов С айтемами просто дико не повезло То есть у меня три эти штуки, но айтемов нет Пойдемте тратиться, че? Может, тут повезет Меняет божественную реликвию на случайную После использования Спасибо Едите, дамое хп Вот это я влетел Весь такой в белом Ладно, сейчас заработаем Там еще куча хилок у нас на выходе Так, что все хорошо Так, что-то ты видел А тут еще что-то было, нет? Фига ты раздаешь Да, этот Этот чувак очень динамичный Сам по себе Прям вылетает И никого не замечает Да ты издеваешься Останавливай часть максимального здоровья Да, че-то какой-то ран не везет с реликвиями Ну че, чуваки, босс Через два раза босс Проще библиотеки почитать А, кстати, да Там же можно че-то чекнуть Погодите, а я тут что-то видел, да? Струбочки Там же, да, там же можно еще почитать Так, то у меня есть ярость какая-то Надо ее сейчас тоже применить Ага, вот Еще Да, из верной надо сходить Спасибо за напоминание А то я уже забыл Нам бы еще зарядить броню О Чуваки для зарядки брони Так Так, значит у меня на Эрке Хилка У меня на контроле Мой заряд И у меня на кьюшечке Да, поехали Я готов Так, сразу же кьюшечку прожимаем И контрол Бля, я Эр случайно прожал Вот это я молодец Пошел в задницу Вообще Кто тупо зафейсроллил, ублюдка? Тупо зафейсроллил Если бы я еще не протупил с хилом Вообще было бы замечательно Уф Так, сколько денег? 3700 маловато А, статуя Помните, которая у нас в подвале стояла? Это же вот эта вот бомба Все, она, короче, сейчас очистила скверну от этого подземелья Хорошо Знаете, я вот прокачал, типа, чтобы больше будет золота падать и все такое Но я что-то особо не замечаю этого То есть я как раньше зарабатывал по 3000 золота, так и зарабатываю Может, я зажрался Что зафейсроллил Что зафейсроллила нас Слышны слова Формая изображения Революция Что было избранным от адуа Революция Опять А мы Спирит-free нелпы перед Монтан-год Улл. Улл. Наши желания были ставлены на пищу. Его были ставлены на тестах наших. И, как тест поднялся к конкурсу, мы обнаружили наш уменьшительный конкурс, как Монтан-год исправил вензенность на родителей Рея Дэйна, и выстрелил Рея с коррупцией. Зачем кто-то это сделал? Так была еще одна правда, показана на Берксене, но много еще осталось искренне. Просто так для фана. Забрать их силы, так он и так забрать мог силы, еще раз, верно. Монтан-год был основной коррупцией. Что это сделало ему ввести такой грязь? Как никто не знал о него раньше? Они нужны, чтобы найти следующий спирит. Может быть, они получили ответы на некоторые их вопросы. Много правила их ожидали в земле света. Сейчас огурцы готовы. Игра готова Бен хотел услышать что-то, что-то, из-за Шилы. Он не получил реквестиции и не упомянул в прошлых событиях. И снова, он рассчитывал идти в Терра Лава, если нет ответа не возникла. Они решили сделать открытый доступ и что из этого получилось? Все, сука, ненавидят сейчас Иратус. Возьмите любого стримера, он вам скажет, я ненавижу эту ебаную игру. Зря я в нее вообще провел столько времени. Так, значит, что у нас? Дает вторую ячейку для божественной реликвии и сокращает их перезарядку. Перезарядка божественной реликвии. Слушайте, ну вторая ячейка за 650 рублей это прям Найс. Прям Найс, заверните. Еще и перезарядку уменьшает. Да-да, тоже выходил в раннем доступе. Да, но это как первая игра. Зачем вторую выпускать в раннем доступе? А что с Иратусом? Да его ненавидят все, потому что там с балансом полная дичь. Его каждый раз меняют. Посмотри, зайди к Дарку, например, на стрим, когда он у нее играть будет. На один качать? Да, на один надо по-любому качать. Во-первых, дешево, во-вторых, да, надо качать. Так, давайте, может быть, все-таки как-то силу потихонечку прокачивать, а то я все туда-то туда-то туда. Можно у ворот качнуть, но, к сожалению, на у вороты криты не хватит. Можно просто дэмэдж прокачать. Тогда хватит и на криты, и на дэмэдж. А можно передвижение скорость увеличивать. Давайте, наверное, передвижение увеличим. И дэмэдж. Все. Сейчас у нас новые какие-то будут данжи, новые приключения. Давайте смотреть. Ну, не знаю, у меня реально припекает. Я бы хотел вот реально сесть в ДД и играть в игру. Вместо того, чтобы ждать, пока выйдут патчи. И постоянно возвращаться в игру. Тестить ее. Бесит. Реально такие вещи бесит. Так, значит, у нас следующий чувак какой-то с фениксом на плече. Или на руке. Барахут. Судя по расстановке, то у нас будет три портала. Но тут есть еще какие-то ступеньки. Возможно, эти ступеньки тоже куда-то везти будут. Или это не ступеньки. Ну, я не знаю. Это пиксельная графика. Иногда непонятно, что там изображено. Еще год будет выходить контент по одному данжу. Да, вот это вот проблема. Реально. Хочется сесть и прямо от начала и до конца играть и наслаждаться игрой. Ступеньки-то, наверное, ДЛЦ. Может быть. Так, мы открыли нового персонажа. Предлагаю, как бы, незамедлительно ее оттестить. Смотрите, что со мной такое сейчас одеваем. Смотрите, что со мной такое сейчас одеваем. Так, у нас какие-то, это, какая-то пустыня. У нее очень мало ХП. У нее такой себе урон. Люси не умеет стрелять во время движения. Пока она стоит на месте и ведет огонь, скорость ее атаки увеличивается. А также появляются угольки помощники. Некоторые способности Люси расходуют ману, которая восстанавливается со временем. Чтобы продолжить, нажмите пробел. Так. Крит. Шанс. Крит удара. Шанс уклона. Стандартные. Скорость движения. Стандартная. Ну, как-то пока странно. То есть, вот она. Пердель, это огонек. Но бегать она... О, нифига какая она быстрая! Ну, это за счет того, что я только что прокачал скорость, конечно. Что за сквернение на лучнице? Это типа, чтобы до того же персонажа не играть слишком часто. Блин, что-то у меня тут такая жопа, наверное. Пока она не прокачается. У нее просто вообще ничего нет. А, нифига она телепортируется! То есть, это моментально. Анимация моментальная. Хорошо. А что-то по поводу угольков... Помощников. Так, она получила первый уровень. Люся создает около себя смерч, который притягивает врагов и наносит им урон. Эээ... Длительность 3,5 секунды, урон 30%. Если Люся остается невредимой 8 секунд, ее окружает магический барьер, который поглотит следующий урон. Число сфер 1. Как-то очень странно. Скидок, посмотри, там одна имба. Ну... Мне, по крайней мере, смерч сейчас этот не особо нравится. Может, надо даже в бою опробовать, но 30% урона это что-то супер мало. Они еще и атаковать могут, это вообще законно? Да, она очень быстро качается, потому что тут хайловые мобы. Видел ее в копе, очень классный персонаж, если папашка подтанковывать. Понял? Восемь секунд стоит, не двигаясь. Встаю, не двигаюсь. Угу, появилась сфера. И она блокирует 1 дэмэдж. Кстати, вы заметили, тут тумана войны нет? И она не вырастает, понял? Ну, я представляю, как этот смерч комбинить в кооперативе, это прям вообще топ. Она закидывает и батя разуплотняет, либо этот каратист. Придзиарий. Здорово. А что он тупит? А, она типа вот так заряжает. Тихо. Блин, как-то больно ей делать. Вот это ниндзя какой-то. Ну вот что? Она встала на месте и стоит. Вот что происходит? Блин, три слова получилось. Пипец. Опыт идет. Так, ну качать нечего, поэтому ничего не качаем. У нее очень маленький дэмэдж. Тупо супер маленький дэмэдж. Но зато скорость атаки бешеная. Но зато скорость атаки бешеная. Блин, а нифига как быстро шторма. Я могу сразу еще один шторм кину? Ааа, шторм за ману. Он без кэд, но он за ману. Нифига себе. Так, погодите. Этот персонаж только стал поинтереснее. Я хотел поиграть в эту игру в копе. Оказывается, тут только локальный коп? Серьезно? А почему в стиме написано, что не только локальный коп? Что за наедрилово? Так, я еще уровень получил. Число сфер, урон, время. Давайте все-таки шторм возьмем. И все члены семьи учатся у Люси не обращать внимание на тьму. При входе в подземелье у членов семьи есть один дополнительный самоцвет. Вот такое. Да и палово. Ну, это странно. Это реально странно. Учитывая шанс найти критическое урон. 33 процента. миллион раскидил suitcase. взб 사람이 из коров. наваривают ст。 Israeli брони перaining... И вот так. Она очень быстрая, вот это прям супер кайфово Пусть защитился, хорошо Потому что она вот стоит и разуплотняет Динамика теряется Нифига это что за сундуки такие Вот откуда эта кобра взялась А еще страшно, что тут половине работяков посрать на этот шторм Он их не притягивает Почему эта штука восстанавливается каждый раз? Еще левел, охренеть левел идет Ну полетит Так, что у нас дальше есть? Люси на время оказывается на границе материального и духовного мира Получая необычные способности Не мешало бы написать какие способности Оставляет приманку, которая отвлекает врагов от Люси и других членов семьи Длительность 5 секунд По-моему это топ для этого персонажа Сколько восстанавливается? 16 секунд восстанавливается Найс Я кстати не заметил сколько эта мана стоит По-моему дохера По-моему дохера Да, это реально дохера мана стоит Судает область, которая замедляет врагов и наносит им урон Теперь я две эти штуки могу применять Необычные способности Длительность 8 секунд Спасибо за информацию Это да Трагалик, да и трагалик Бум Мне пока ее скорость нравится Но реально бустер бегает АХП это какая-то жесть Блин, там желтый вот хрен О, какие-то новые скверны появились По-моему это конечное для меня Че за кристаллы? Блять Понял, что за кристаллы Ну ты не хватает какого-то баша по ним Либо еще что-то Потому что реально жесть Нифига у них хп Видали в конце этот кинжал бахнул Кстати денег столько же падает Мне нужно хил Вот вы мне можете ответить на один вопрос Почему шторм не всех притягивает Почему этот смерч долбанный не всех притягивает Что за хрень Как камни прошли Прошли камни Просто зафейс роллили его Левел конечно просто летает Да По сравнению с предыдущими данжами Тут левел реально летит Причем для любого работяги Я заходил ей Она была первого левела Сейчас она меня уже Где посмотреть Я так понимаю пятый Да? Жесть Шестой Ей не хватает баши Ей реально не хватает баши Когда она стреляет Потому что почти у всех работяг есть баши Ее нет Но кстати кинжал очень прикольная тема Для этого урагана Он их просто всех стягивает И потом такой Бэм В финале Это Что за героиня Это маг Младшенькая О это что-то ребят жесткое Боюсь Боюсь туда идти Боюсь туда идти Еще ни одного этому не выпало Сегодня еще фами более квадратный чем вчера Да Ну вчера типа много кто писал Ай что-то у меня с качеством Что-то у меня с качеством Я уж подумал Ну Если уж это не очевидная вещь Тогда я сделаю Вот так Чтобы точно все все поняли Ай-яй-яй Да почему она застреет иногда Бля Вот это бесит просто пипец Она реально иногда застреет Это новый хрен кстати Дэк Дэк Реально один удар оставалось Так, небесный удар Джона Блин, ну небесный удар очень хороший Большой вихрь разделяется на несколько маленьких Пробуем Если он так же работает Если он их так же притягивает, почему нет Ураган не стягивает Потому что скорость мамбов высокая И они вырываются из его действия Может быть Может быть А, я понял Я понял в чем минус Будет спылить этих Вот это вообще законно? Где? Я готов Привет, Фомби, что интереснее Эта игра Андермайна Привет, да, она интереснее У меня контента просто побольше Андермайн когда выйдет Полностью Мне кажется Тоже будет Такой же Ей не хватает Знаете чего? Что Враги поджигались То есть Они еще получали Периодический Дэмэдж Вот этого реально Не хватает Димха взрывы лучше Ну, значит Потом пойдем Заберем Она же не бесконечная Снова Она бесконечная Ля, как же летит Левел Просто пипет Так Значит Ярость стража Блин Тут непонятно Что она делает Число Сфер То есть Мы два урона Не ощутим На нас Ладно Давайте все-таки Это качнем Это просто Открывает Новую способность Ярости Поэтому качаем Один возьми Все равно Ярость нужно копить Ну да Поэтому и взял О, голда Ладно Не хватает Вообще Насрать Да, ману реально Не хватает Это вот нормально Беготня Не, мудрый персонаж Возможно У нее дальше Появится Возможность Бегать И атаковать Ну, что-то Я сомневаюсь Вот что происходит Е-бой Не назвать Потому что ты Активку солишь Да и какая разница Персонаж Что должен Как бы рулить И без активов Понимаешь Вот если бы У тебя ее не было Ладно Ладно так сейчас у нас будет типа это сражение с мобами и вот тут я вообще хз как их убивать нифига там еще кто-то новенький появился они сожрали а нифига на маленьких типу распадается понял так и могу еще прокачаться надо по-любому прокачаться максимальное здоровье плюс 50 и 6 секунд длится либо увеличить число сфер выбор сложный ппц член семьи получает руны способности люси ну то есть такое себе это типа рашить этот навык можно и не рашить я наверно никуда не буду закидывать поинты я вот сюда потом закину да у меня щит было лот еще одна эта тварь появилась и Продолжение следует... 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 Руна, которая откидывает этих тварей Очень неплоха для нее Но нужно понимать, что она не бесконечная Где-то там Не хотят раздельные Да, видишь, раздельные Тоже было интересно Ну, с учет того, что это нам стоило 600 денег Это, типа, вообще найс Дешево Разрешение на вейвки Это так и задумано Догадайся Просто догадайся Вот опять я, блядь, где-то застрял Сука, я опять в какой-то бочке вонючей застрял Просто красота Просто красота, блядь Удва ветерка в никуда Опять, блядь, стройный Это говно взял Надо его от него избавиться Ту-ка застрял Сукает 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 идите эта штука дэмэдж наносит ща бомбану нахер давайте взрывных этих мобов возьмем девочка горение это твое это реально душит реально душу тут настолько душный персонаж насколько это может быть мне типа есть перерождение еще не хотелось бы конечно вы юзать но я сомневаюсь что я босс убью и вот как вот блять что это только что произошло вот как они по мне попадают бесит реально бесит худший персонаж в этой игре были тоже надо было такое дерьмо сделать слушай они еще не всегда взрываются лол они не всегда взрывается и тут шутут шанс 30 процентов всего лишь кажется даггерщик душнее хотя может надо прокачать я вчера играл даггер даггерщик стал очень хорошим прям супер хорошим она кстати 10 лавала на максимально то есть она левелом выше чем любой другой прокачанный у меня персонаж тупо спустилась в один дальше уже так прокачалась жесть так еще жгучие эти пески жгучие ну и то есть я так понимаю она в соло реально супер супер отвратительный игрок я не знаю конечно то то же самое говорил и про лучницу в итоге лучница сейчас чуть ли не попадет на игрок но более но реально данный момент то что она стоит на месте стреляет это ей прям очень плохо делает она все же пока справлять до любой другой вы справился в порывах сражения а 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 и Я еще случайно эту штуку на хп пробил В порывах сражения Я не понимаю, что это чит делает Ллшот делает Дэмэдж он пропускает через него В чем профит? Так, снизу не смотрел, да? Хорошо, что я зашел Два человека, один старый и один маленький Возможно, не приняли в открытии солнечных садов The older, who was nervous, looked at his surroundings as if for the first time But an air of wisdom still lingered around him They were on the run and in search of one more able-bodied than themselves For a monstrous and savage creature had begun to dwell near the observatory The skies, he said The skies hold the secrets of the gods It was perhaps more powerful than a horse But it was nowhere near as reliable The skies, he said The skies hold the secrets of the gods Дочка, это хорошо Очень понятно Нужно очистить обсерваторию Либо это дополнительный квас Либо реально от босса нужно ее зачистить Так, крепежник Здесь все Какой у них шанс крита 11 С учетом того, что она так часто атаки наносит Это, конечно, хороший шанс Но с учетом того, что атаки настолько мало хп сносит То да, такое себе Я еще, блин, случайно поражал эту штуку на хп Пошли дальше Может, естественно, стоит ей качать щиты И от щитов отталкиваться Потому что она реально так Так получает Нужно было ярость, наверное, не брать Так, круно Ну, а вихрь продолжает Порождает дополнительные небольшие смерчи И... Ага, прикольно Вот это неплохо Сейчас надо поставить щиток Взять И еще раз надо поставить щиток Взять Нифига Он его смерчейно порождал Вот это хорошая руна Мне не нравится, что там всего лишь 30% шанс взорваться Вот и так не так часто ты убиваешь врагов Потому что... Эээээ... Так Появление угольков Урон 30% шанс 60% Урон 40% шанс 74% Окей Так вот Она просто не так часто убивает какую-то мелочь Потому что у нее Дэмэджи маловато Ух ты, епить Блин, реально смерч, который создает другие смерчи Это какая-то имба Что-то приятного в этом персонаже Ой, блин, я был фуловый Что надо было так подслиться Ээээ... Успешность на атаке приносит больше ярости Что позволяет Люси раньше войти в состояние Да-да-вать че Если бы она еще в этом состоянии дэмэдж не помещала Было бы вообще найс Найс Вмешиваюсь Но разве ищи заряжается не от простого Неполучения дамага Сейчас глянем Там вроде было написано, если стоять неподвижно Ээээ... Если Люси остается не... А, если остается невредимой Да, тогда да Мне казалось, что она неподвижно должна стоять Быть Етить, колотить Отлично И опять, как будто угол застрял В состоянии все скиллы вроде меняются А не только основная атака Кстати, да, я не проверял Но основная атака реально дичь какая-то О, бабуля Так, открыли еще один грейд По-моему, он с яростью связан И мы уже читали Что все грейды делают По-моему, этот с яростью связан Главная беда ее ярости В стан локи После выхода из ярости Это тоже, да Нет, ладно Если бы у нее был стан лок Но она не получала бы дэмэдж То окей Но она не ему Во время этого доброго стан лока И это что-то прямо совсем печалит Так, у меня уже восемь камней Торговцы я не наблюдаю Может, заюзать Как же тут, конечно, торнадо рулит Тихо И торговец, да? Нет Блин Так, отсюда вы можете Я не заметил Отсюда мы можем телепорту Слушай, я что, где-то пропустил А, вот здесь, да? Я пропустил спуск Или нет? Вот здесь Ладно Здесь мы, скорее всего, будем Кого-то преследовать, да? Ну, окей С учетом того, что у нас есть щит Плюс мы можем телепортироваться Плюс мы можем создавать Дополнительного работягу В принципе, можно телепортироваться Но, понятное дело Я всех их убивать не стану Я просто не осилю это Труп пропустил Блин, меня это обманули Меня обманули Блин, меня это обманули Блин, все, я на месте Надеюсь, это того стоило Коммертно в этом Гейме Кот и мау А, яйцо Оно там, по сути, не нужно Надо, да, яйцо для сброса скиллов Уже с эти 3 Но мы можем пофармить, в принципе, эту локу Чисто ради бабла Но это надолго Тупо отравил скорпиона Как же я хорош Гринд, гринд, пошел Все ради бабла, чат Ну вот видите, как бы обычный мелкий моб Вот он взорвался, и что, он нифига не сделал уже Тихо Нету пить У нифига там какой Новый моб Ну, хоть хп у него немного Как это удобно Так, уголюки помощи Сейчас Короче, берем О, нифига не взрываются Ракетный шквал называется Кайф Девушки отдыхают я вижу еще зазорного то что я всех сюда приманиваю реально как с ними сражаться я не понимаю внезапная буря вихрь переживать действия врагов nice так сейчас ребят я буквально секундочку отойду а так я здесь это они заспаунились или а то они не взялись мы вообще-то столько насрать когда и огоньком поливаю можно труп обыскать так какая-то руна что-то кстати странное такого не видел еще а это для этого скилла да так что делает где написано приматка обжигает врага атакующего в ближнем бою вот это неплохо вот это неплохо вот это все пробежала даже не знаю где я был где не был я так понимаю когда ты только кастуешь вихрь он не особо профитный но потом когда он типа разлетается он начинает их притягивать то есть нужно кастовать его заранее и 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 магазин уже 11 камней у фобиш пиксельный да понял вас понял вас это было неплохо так хорошо почти зачистили и что происходит я не могу ветерок пускать ой дичь ой дичь не не знаю это прям супер большая дичь не ну нафиг вот навыки девчонки реально прям аж бесит блять реально аж бесит вот зачем такое говно делать шипы отражает урон на напавшего приманка обжигает врагов приманка получает шипы и отражают урон в напавшего наверное все таки вот это поинтереснее будет обратка всегда интереснее чем просто ну хотя поджигает если они начинают еще гореть после этого у меня же денег нифигасе 6 тысяч вот это деньги вылеча наверно прокачаем еще добычу денег чтобы больше падала раз тут так много денег падает а а а Точно от создателей фростпанк, написано от создателей. Слепой шуль? Слепой шуль? Так, дает время ей взимать ко всему виду урона. Вот это кайфовая штука. Мы, по-моему, одного из первых боссов ей прошли. По-моему, основной... А, у нас все равно не... Все равно можно менять. Блин, видали? Угольки во все стороны разлетаются. Взрывайтесь! Взрывайтесь! Вот это я получил! Вот это... Еще уровень, охренеть, уровень идет. Не знаю, какое такое название, издатель же может любую хрень толкать наряду с топовыми играми. Ну... Я... Не знаю, как бы... Ну, вот такое название. Сейчас бы к названию придраться, я не знаю, блин. Т.е. ты протупил, ты неправильно прочитал, и я виноват, блядь. Вот Фомби ругается, но на персона проходит. Ну, я-то видишь, как сложно проходится-то. Проходилось бы намного легче, если бы я не ей играл, а чем-то другим. Не, игра хороша стопудово. Так это да, это да, кто ж спорит. Игра топовый топ. Стример всегда виноват. Да, есть такое. Есть такое! Так, у меня еще есть неуязвимость, главное не забыть про это. Если из этих ящиков теперь постоянно руны будут падать, то это такое себе. Ну, алло. Смерч теперь есть в разделе код. Какой-то смерч. Вихрь вращается вокруг Люси. Не знаю, в плюс это или в минус. Сейчас проверим. Будь здорово. О, ребята, наконец-то магазин. Десять, мать твою, камней, блин. Добро пожаловать, парень. Так. Выпускает вашний импульс. Отталкивая от себя врагов. Отталкивание врагов звучит заманчиво. Но могу ли я как-то вместо кьюшечки на ешечку это все заперделить? Видите, я как бы обмениваю на вот эту штуку. Но я не хочу, я хочу на вот эту обменять. Так, вокруг Люси это да. Время надает невидимость. Блин, классно. Трупы реже заражаются скверной и реже восстают из мертвых. Блин, ну я не знаю. Не могу поменять. Как поменять? Я бы взял отталкивание, потому что душат реально враги, которые подходят близко. Тупо зашел к торговцу, ограбил бедалову. Так, шо я хочу качать? Взрывы или увеличивание урона? Какой стиль музыки называется? Да, это похоже на кантри. Либо все-таки броню прокачать. Давайте демж покачнем. И нам еще осталось что-то одно вкачать. У нас будет 14 уровень и мы сможем прокачать вот здесь всякое. Но я не хочу менять кьюшечку. Кьюшечка очень хорошая. Ну, короче, невонятно как это делается. Упс. Бред, бред, яд. Как игра, великолепно. Я прям в раз радостью в нее играю. Уже тушат. А, ну да. Ну, короче, вихрь только что стал хуже. Ну, не так уж то, а... А почему я не атакую? Да, вихрь надо менять. Где я его там оставил? Где я его там оставил? Ой, бля... Да... Да... Блайн... Слышит. Какой-то, вихрь. Их, ну-ка... А, ну-ка, я здесь, а, ну-ка, не знаю. Э-э... Блайн... Блайн... Э-э-э-э-э... У-а-э-э-э... Э-э-э-э-э-э-э... Чего-то, вихрь. Э-э-ээ-э-э-э... Порождает дополнительный небольшой смерч. Да, есть же ж... вот это топовая штука считаем ты ждал бы лежала мало дым уже наносит так стоять это чудо а это босс прекрасно но это не босс этот мини босс какой-то вот как раз таки понял это обсерватория я так сразу же и не понял что это такое да это обсерватория не выглядит как обсерватория конечно я правда не знаю как она должна была выглядеть разделяется на несколько маленьких нет это не подходит но как-то так так работяга нам дает дает шанс метнуть топор во время атаки неплохо смотрите как у меня огоньки летят угольки дополнительные прям жесть как много их летит смешные зазы где-то секрет есть смешные зазы где-то секрет есть смешные зазы Что эта обсерватория открывает в доме? В доме она возможно еще не открывает, но сейчас она мне дала попору. Ну посмотрим, может быть что-то и открыла. Боля, как же когда она начинает... Вот угольки, угольки по-моему топовая штука. Она когда начинает в рейдж входить и они летят прям, не подпускают к ней вообще никого. У тебя же нет топора, да? Более того, я вообще магией швыряюсь, поэтому это вдвойне страннее. Так, получается все, да? Здесь мы были, здесь мы были, остались еще ящики. Можно два ящика открыть ради голды. 7000 голды, отлично. И нам куда идти? Вот сюда, да? Вот босс. Все, погнали тогда ящики откроем. Надо не забыть, что у меня есть неуязвимость против босса. Если мы ей пройдем босса с первого раза, это будет какая жесть. Я тут на нее наговорю, наговорю, а мы босса пройдем, прикиньте? Я очень сильно сомневаюсь, что пройдем. Так, тотем. Справа не разве, это я отсюда пришел. Все, да. Ставь сразу же приманку и лужу поднимем. Посмотри, как босс на нее будет реагировать. Ну, посмотрим. Но я знаю одно, я точно не буду в рейч входить. Это прям какая-то полное говно у нее рейч. Либо я что-то не понимаю, либо он реально говно. Так, еще разочек подумать. Временно дает невидимость. Блин, невидимость классная штука, потому что с невидимостью я могу атаковать. Ну, как заменить эту бомбу долбаную? Дару, респект. Не могу никак заменить. Ну, давайте я рискну. Типа сделаем вот так. И типа сделаем вот так. Да, сработало. Все, отлично. Теперь у меня есть невидимость, помимо неуязвимости. И это должно прям вообще топовый топ быть. На другом стороне этого города бомбинах был последний рейч до Анай Раха. Эта сноса усилился. Рейч-то прикольная. Вот вход и выход из него. Так, короче, тоже он особо тем же не наносит. Так, значит еще раз. Q на мне Значит, выпускаю два ветерка. Стану в Q и начинаю атаковать. Все, хорошо поехали. Блин, он будет исчезать. Лидер птиц. С руками, как шарфы, как даггер. И душа. Возможно, не сработает мой план. Да. Ладно, поехали. Ох ты, едить тридцаточку. Нихера себе. Так, поехали. Надо было ближе к нему стать. Ай-яй-яй! 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 Ай-яй! Ай-яй! Он бы лег и не только от нее. Ну, возможно, от миличника он бы не лег, потому что реально что-то сложное в этом плане. А что 7800? Я же 8000 чем-то заработал, нет? 3200 хп от Хилена. Так, хорошо. Дочурка там пашет, а не тут курочку. Кушают. Мать украдут. Батя, беги! Я мамку беременную украли. Бабуля, ты же маг, давай. Костой. Здорово, Ник. Здорово, Лок. Здорово. Так, украли маманьку, чуваки. И у нас открылся еще один. Знаток самоцветов. Увеличивает вероятность получения самоцветов. На 33%. 850 стоит. Ну, мы точно берем вот это говно. Интересно, пятый уровень это максимальный? Нет, можно еще качать. Прикольно. Так. Очень дорого, конечно, стоило. Самоцветы. Теперь больше шансов, что выпадут. Ну, 850 стоит немного. Давайте возьмем. Самоцветы, на самом деле, сейчас довольно часто падают. Повышает скорость, с которой Бергса накапливает ярость. Так их дешево берем. То есть, я так понимаю, это для девчонки мана, да? То есть, она быстрее ману будет накапливать. Пиксельный стример, да. Сегодня я пиксельный. Давайте десяточку уклона апнем. И за 850 еще накапливаем. А, ярость. Блядь, точно. Я что-то тут туплю. У меня с этими названиями реально какая-то проблема. Не, ярость тогда нафиг идет. Ярость реально не нужна. Ну, хотя, ладно, есть персонажи с яростью, у которых все хорошо. Ладно, оставляем эти деньги. И давайте смотреть, что делать. То есть, мы должны отправиться в лес за маманькой. Игра не столько пиксельная, чем стример. Да, вчера стример был менее пиксельный, но он решил сегодня быть более пиксельным. Ей базовую атаку нужно будет... Да я не хочу ей играть, я хочу с кем-то другим сейчас побегать. Она и так уже 12 уровень. Давайте остальных качать. Ну, вообще, на самом деле, ей одного уровня не хватает. Тут я согласен. Если бы ей еще один уровень дать, то мы бы получили... Все члены семьи становятся сильнее, а Люси появляется и призывает приманку после своевременного уворота. Перезарядка 3 минуты. Интересно, а как определять, своевременный уворот был или нет? И что означает, все члены семьи становятся сильнее? Танцы Люси поднимают всем настроение. При входе в подземелье у членов семьи есть один дополнительный самоцвет. То есть, натанцевала на самоцвет, окей. Окей. Ну, давайте Лучницу возьмем. Возьмем Лучницу. Надо ее качать до 14. Своевременно, когда эти не нанесли урон... Ну, я не знаю, просто игра определяет, своевременно было или несвоевременно. Возвращаясь с текущей, Мэри и ее неожиданного ребенка лежали в нужде. Возвращаясь с текущей, Мэри и ее неожиданного ребенка находятся. Музыка такая. Блин, там... А, слушайте, а что без хп? Почему я хп восстановилась? всегда будет ссылки лежать у за говно дайте залу дайте золотишко чуть-чуть и дошел да серьезно что ли что происходит заново начинаю мы реально чуть-чуть не дошел еще крут реально хреново проходили я не того и дамы же такого серьезного не хватает и вот как не все еще не хватает все время что-то по пути поделать так я первая волна сражения будет вот здесь да зарона калята не тебе показалось так я не понимаю что происходит требуется самоцвет а 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 И еще одна фаза, да идите кладите. Так, все есть. Так, возможно, что вторая фаза будет с этой штуки, которая вылезет. Вторая фаза пошла. Да твою мать! Все? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, гг. А, нет, непонятно почему, но стена пропала. Отлично, отлично, в никуда прям. Ай-яй-яй-яй, это было близко. Ля, супер близко было. Ай-яй-яй! Да, лучше, конечно, сложно это место проходить. Тут реально батя бы зашел. Так, еще по навыкам. Стоишь, увеличиваешь урон. Здорово, Рокес. Либо трешка есть, да? Можно прокачать максимум стрелу. У нас, кстати, ярость осталась. Давайте так, потому что мы откроем следующую вот эту вот штуку. Оглушает всех врагов рядом с Линдой. Ярость Стража повышает скорость передвижения и вероятность критического удара Линды. Скорость движения 110%. Шанс Крита плюс 40, етить. Вот это да. Так, ну-о-о... Поехали, чё? А, мы не до фула хилимся. Блин, я думаю, до фула хилимся. Стоит увеличение ни о чем забыл. О, как тебя без силы и магическое стоящее. Да, но вот конкретно на этой локации стоя дэмэдж, это очень даже неплохо. В любом случае у нас есть как бы яйца. Вот, и мы можем перекачаться в любой момент. Какой там левел уже? Девятый. Нам нужен аж 14. Что тут, кстати, на 14? Там член семьи получает много урона. Линда появляется, нанося гармонический удар. Удар по ближайшим врагам и оглушает их. Перезарядка 3 минуты. Офигеть. Вот это крутая штука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я так понимаю, эта штука хилить надо будет, да? А, нет. Блядь, почему она... Вот как уходить от этого дерьма? Как, блядь, уходить от этих атак? Что с големом? Что здесь? Как? Как уходить от этих атак? Я вообще не понимаю. У меня вообще просто ноль. Ноль информации, как уходить от гибучих атак. Как уходить от этих атак? Кто за столбами стоит? Так, значит, надо стоять за столбами. Окей. Блин, это будет тяжело. Зря заюзал сразу же. Надо чуть-чуть иначе стоять. Так, эту штуку можно еще один раз применить. Потом я так понимаю, все, да? О-о-о-о-о, это хорошо. Да, нельзя ее больше применять. Так, главное найти ключ, мы его нашли. так а лол хороший пилищика был бы сложнее до конкретного момента а бузер ничего не знаю а я развязать я кстати прошлый раз когда в самый первый раз сюда прошел пришел я хочу ты нажимал я россии на почту не взялся у бабуля бабуля что наваляет для баб конечно раньше было это чувак там все еще за структи бабуя Они знали все так хорошо, что дамы Маргарита умерла. Бен и Джон были шокены в их основе. Летер, оставленный от их мамы, рассказал о невероятном секрете. Один способ, остановить коррупцию. Единственное способом, что она считала, чтобы укрепить их скоро родственного ребенка для Уу, бога Монт-Морта. Это было невероятным. Может быть, их мама сделала ошибку, как будто неинтересовала знаки и цифры. Джон думал, что они должны держать книгу в секрете. Сейчас. В игру вступит, я что-то не понимаю. Привет, Креол. А кто бафа да бафа, буду не говорить. Без бабуль вообще печаль. Да, ребят, эф-чат. Давайте вспомним бабушку. Почти. Почти. Бафа. Знаете почему? Потому что у меня осталось бафов для изучения. Да. а вот сейчас наверно как раз таки и дядя наш вступит сам за рамз частей агетин ради талии вы саму неразь ангюсты фонем форума за фигня почему всех остальных респаун а у бабули в ящик это кто так чё брата не будет а какой-то работяга просто новый шейлаз ринг дубен за тенчин the same ring that sheila had always said the long to her firstborn this man хера у него сынок and could not stop staring into joey's eyes the eyes that he had gotten from sheila when joey informed his father of the many years since his mother's passing ben's heart felt cold in that single moment with the single gulp he drank the memory of all the years with her past through his mind regret became his companion then it was not the warmth of the drink but his son's touch that brought him out of the coldness within sheila was dead but their son and this was the future a future they had to build now together a great game no 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 not no Так, ну сейчас мы его испытаем, конечно. Конечно же. Напоминает подбородок эггэ из фулл троттл. Так, 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 так. Ну, к сожалению, всего лишь косарь, потому что я денег вообще не собрал на вызволение мамки. Ярость. Может быть, у него ярость какая-то супер крутая будет. Оставим пока, наверное, деньги. Сюда их некуда тратить. Так, ну погнали. Погнали. Где-то в городе Барахат. Может, он мог бы shed some more light on the nature of the corruption and the mountain god. Горного бога. Так, ну что ж. Давайте смотреть. Храбрость и бесстрашие Джоуи укрепляют волю семьи, отчего все его члены быстрее накопляют ярость. Такое. Так, у Джои новая кнопка. Пробел. Джоуи уворачивается с такой силой, что враги в месте завершения маневра получают урон. 60% урона наносит. Странно, почему именно пробел? Ну ладно. При получении урона Джои злится, и его следующая основная атака наносит больше урона. Основного урона плюс 150%. Понятно, понятно. Джои накапливают силу и движутся так стремительно, что нанося урон всему, чего касается. То есть, это типа пробежка, да? Джои силой бьет по земле, нанося урон врагам перед собой. Болен, круто. Погнали. Возможно, будет сложно начать на этой локации за него. Потому что он как бы новенький и нулевого левела. В зикуратах 4 уровня серьезно. Он три дня подготавливает атаку. Да, вот это может быть проблемой. Ну, кстати, и такой же высокий демэдж у него, если что. Значит так, смотрим. 200 хп плюс 21 хп, то есть 10%. Основной урон 23. То есть, обычно у работя где-то 14, там 15, 16 урона, у него 23. Шанс крита стандартный, шанс уклонения хороший. Крит все по стандарту, скорость стандартная, но здесь все остальное понятно. Стойкости 0. То есть, у него нет стойкости. Понял. И он может вот так вот делать. Вол, просто двоих убил, плюс левел, изи. Очень долго разуплотняется. Просто два левела. Два левела, изи. Не хватает какой-то дальней атаки у него, потому что, ну, реально не хватает. Его дальнобойные мобы будут очень жестко разуплотнять. Типа вот таких. Это мне везет, просто постоянно хилки падают. Так, ну что. Три левела и того. Уворачиваются с такой силой, что враги вместо завершения маневра получают урон. При получении урона Жо излиться его 150 атака. Так, то есть я теперь, когда уворачиваюсь, я вот так вот делаю и наношу им урон. Пробил же пробежку дает. Да-да-да. Ну, не пробежку, а урон. Дополнительный. Пока я не особо понимаю, вот как этих бобов разбирать. Кайтить я не смогу. Пока-то явно чего-то не хватает. Сейчас прокачаемся, станет теснее. Блин, это еще локации такие огромные. Кстати, ребята, обращайте внимание, я, может быть, руну не замечу на земле, потому что тут вообще много всяких деталей на земле. Вот уклон очень сильно рулит. Так, урон 80%. С учет того, что он типа суперчасто дэмэдж получает, я бы, может быть, даже это бы и не максимум. Бьет по земле, нанося урон врагам перед собой. Сила движется так стремительно, нанося урон всему, чего касается. В общем, нет обилки на правую кнопку, она открывается на втором уровне. Когда у Джои мало здоровья, его воля к жизни только крепчает, он быстрее передвигается и наносит больше урона. Джои восстанавливает выносливость, когда бьет врагов. Он может использовать урага, нанося урон всем вокруг. Джои собирается силами, отчего сокрушитель становится еще мощнее и выпускает вперед волну энергии. Сферы здоровья также пополняют шкалу ярости, то есть, понятно. Тем, кто любит одним ударом убивать кучу врагов. В окружении Джои наносит больше урона. Блин, ну вот опять-таки не знаю, могучий уворот или все-таки дэмэдж. Давайте, наверное, дэмэдж апать. Ир, можешь ответить, пожалуйста. Так, хорошо. Сейчас надо еще один левел прокачать, и тогда сможем правую кнопку взять ему. У нас тут, кстати, еще этот камень, который полностью здоровье восстанавливает. Был, надо ловчиться им играть, то есть, заранее атаку проживать. Такой вообще. Блин, ну он, конечно, интересный персонаж. Ну вот, у нас его заряд. Почему он идет, как Радгутанг? Ну ему тяжело, молоток тяжелый. Так, сейчас заберем айты, мы пойдем еще дальше прокачиваться. Ах, ты же етить. Создает временную ауру, атакующих ближайших врагов. Вот такое. Блин, с счет того, что так часто дэмэдж получают. Вот эта вот тема, которая наносит больше урона после получения дэмэджа. Она реально топовая. Тихо. Тихо. А вот этот вот кружок очень плохо сказывается на нем. Блядь, сколько хп потерял. Ну ладно, у нас там есть хилка, но нам нужно учитывать этот момент. Альфа Лост Арк началась. Ни у кого ключей нет? Что за Лост Арк? Я думал, я его отсюда выбивать буду. ММО новое. Дэвус Дэп, ты в ВВМ хочешь поиграть? Серьезно? Так. Значит, берем раз. И, собственно, берем два. Нет, ага. Ярость. Правый клик. Это ММПРГ изометрия а-ля Диабло. 12 классов. Сложное ПВП. Ага, наши на Корее в нее играли. Ну что, попробуем? Бля, он пока раздуплится. Не очень долгий, конечно, чувак. Что-то я не особо понял смысл этого скилла. Земля нанося урон врагов перед собой. Ну и в чем, и в чем профит. Я думал, хоть встанет будет или еще что-то. Так, погнали. Пока мне кажется, что на бойце я вообще без шансов сольюсь. Вот прям вообще без шансов. Здорово, тушка. Понимаете, после удара правой кнопкой он еще заряжается какое-то время. То есть он не сразу же может ударить своим молотом. В чем профит удара, я не понимаю. Типа как финал проводить, что ли, им. Он тоже такой себе. Может надо сначала сделать вот так, потом вот так, и потом... Нет, он все равно начинает заново замах. Идиотизм. Так, это у нас... А кто это был? Идиотизм. Идиотизм. Слезин. и даже сегодняшний легенды находятся в середине. К сожалению, очевидно, не позволяющий взгляд для сегодняшнего знания. Сады взглядели на Берксон для помощи. Продолжение следует обеспечить материалы, которые нужны, чтобы создать новую лензу. Все, что молодой сын нуждал, это кто-то, чтобы следить за него, пока он их собрал. Венец. Опачки. По-моему, конечное для мальчика сейчас будет. На меня нападать! Его не трогать! Вблюдки! Венец. 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 Кисала. Журяне невозможно. Вообще хз, как им играть? Хилка упала. Что, напали на него, что ли? Напали. Ну вот я только отошел, а секунду. Еще бегут. А еще они все. Играет музыка. Я речь поражал, но что-то такое себе. Он тоже что делает. Я не понял, что он сделал. Накапливает силу и движется так стремительно, что он несет урон всему, чего касается. Так, пошли дальше, работяга. Так, ну благо у него хп очень много. Идетить, колотить. Так, ну ладно. Так, ну ладно. я его хейтят лучше его чем меня если честно нифига не стоит не знаю to turn back to the heavens tomorrow's legend resting beyond the horizon а я сюда и секрет еды и оба так получаем какой-то меч призывает божественный меч карающий врагов а да это классно что с неба падает так значит что у нас есть два поинта нам что-то вкачать шухачать я не знают все дерьмо 175 атака вы профит возьмем чисто ради вот этого так теперь за счет нам нужно ураган качать восстанавливает выносливость когда бьет врагов он может использовать ураган нанося урон всем вокруг 25 процентов урона мало здоровья его воля к жизни только крепчают он быстрее передвигается наносит больше урона плюс плюс 120 процентов урона скорость движения плюс 0 3 когда остается меньше 25 процентов здоровья но странно почему скорость движения плюс 0 3 это маловато по моему и по поводу дэмэджа 120 процентов это типа плюс 120 процентов или 120 процентов от обычного дэмэджа мне что-то кажется что 120 процентов от обычного дэмэджа что как бы не очень тогда слушайте может он реально под яростью только может нормально наносить потому что сейчас что-то вообще все как-то проблем может для него надо ярость качать отдельно чтобы она быстрее восстанавливалась и все такое после закрой так погодите после сокрушительные сокрушения следует взрывной линды окей это прикольная штука так это дальше когда он критует конечно хорошо не критует блин так хорошо теперь можем начать вот это вот качать и того мне нужно нажать shift жилый расходует бешенство чтобы использовать ураган основные атаки заполняет шкалу бешенства понял пробуем что происходит простите один хп а его нажать и держать понял предпрайдев группы реже заражаются скверной и реже восстает из мертвых вот знаете это как плюс таки минус потому что типа ты меньше бабла будешь зарабатывать с другой стороны с учетом какие у меня сейчас проблемы лучше меньше бабла чем сдохнуть так здесь все шли вниз блять как же он долго заряжается это просто капец блять невозможный персонаж просто невозможный как играть хз блять хз и нудно тупо вот так вот делать постоянно враг враг в километре от тебя ты вот так вот делаешь опачки интернет пропал почему как чатик я вижу что происходит так чатика не знаю что-то короче интернет падал прям на секунду и об что-то долго тупил не мог переподключить я кстати меч не юзаю я его взял и забыл забыл о юзать все конечное вообще не будем играть тупо не понимаю пожалуй я за него не буду играть возможно там реально какая-то тема с этим гневом его нужно как-то качать прокачивать но задержаться мудрость books of potion making and recipes before the disaster had struck she worked through them cautiously and patiently after all someone had to follow in grandma's footsteps and help the family and their efforts зашел посмотреть как ты играешь этим персонажи был у меня лыжи еду до оказывается у всех так да персонаж что-то реально из дерьма какой-то бесконечную историю бесконечное количество истории после буфа дачу эта история реально супер до хера ой так так сколько у нас 9 4000 рычагу для божественной реликвии опять ups все чудаки и и и и Так, ребят, мне кажется, что что-то со сервером рестрима. Давайте сейчас, если еще раз упадет трансляция, то я переключу, попробую сервер, потому что что-то реально беда. Стрим постоянно падает. Так, увеличить количество опыта получаем за победу над врагами. Стоит ли еще прокачивать или нет? Или все-таки уходить сюда качаться? Продолжать дэмэдж качать, потому что дэмэджа реально не хватает. У нас еще криты не открылись. Я думал, я, открыв всех персонажей, открою криты, но нифига. Так, повысили чуть-чуть дамаг. Остается косарь. Давайте хп повысим еще. Просто вот, потому что деньги есть на это. Так, не берем больше этого ублюдка. Знаете, перспективный молодой человек был, но нет. Точно нет. Вот прям совсем нет, нет и еще раз нет. Он же очень, он плох. Давайте линду докачаем. Я предлагаю сейчас всех до 14-го левела докачать. Зекурат. Вот это сейчас на раз-два всех будет налево и направо раскидывать, надеюсь. Бля, как же она хороша. Попадать мне еще было бы лучше. Да, против толпы она может не такая сильная, но зато вот этот бесконтактный бой, для нее прям вообще топовый топ. Так, что, стрим идет? Вроде бы дропов нет, нет, хорошо. Мне кажется, просто что-то серваком было, поэтому такая херень. Так, это потом. Точный взрыв взрывы дадосят больше урона. Хорошо. Хорошо. То есть у нас теперь будет меньше рейнджа, но зато больше урона. У нас попадалась такая же урона, наоборот. Типа больше рейнджа, но меньше урона, а теперь вот такая вот. Ой! Чатик засмотрелся. Ху-ху! Девяносто девять крик. Че-то жесть. Так, ну а что, аптечка хоть из кого-то выпадет, нет? Ну, наконец-то. Че-то по поводу стоять на месте и стрелять. По-моему, она довольно часто стоит на месте и стреляет. Девяносто голды за тридцатку убитых. Вот это кайф. Так, а еще раз. Насколько у меня там? Плюс шесть процентов. Ну, шесть процентов маловато. Блин, игра, конечно, за счет этих всех своих навыков. Я так понимаю, каждый навык можно до третьего левела прокачать максимум. Она прям очень сильно байтит. Именно качаться. Ну, шесть процентов. Звездные крещеры притягивают врага. Заверните. Просто заверните. марк ближе него боя напомню кто такой марк самый правый длин такой да это тип каратист ближнего боя так ярость сразу повышает скорость при движении вероятность критического удара шанс крита плюс 40 процентов это конечно жесть просто реальную жизнь так у меня есть три поинта время оглушения повыш повысить либо длительность вот этого дела давайте я наверное стрелу повышу потому что я постоянно и качаюсь и следующая же до 14 левел я вот это вот прокачаю чтобы 40 процентов крита во время ярости это прям топовый топ на каком-то боссе это прям вообще найс где успел дамы школе что как-то слишком быстро достягивает я даже не успеваю туда пострелять туда бы застрелять пару стрел почитать и змеи душит если до хера хп так что мне дает создает тотем замедляющий врагов какая ринжа хорошо хватит души змей да накалято хороший скриншот скриншота картинка у меня девочка выразила интересен учиться ну я хз мне она не нравилась тем что приходилось постоянно отступать это много времени за ним занимала если этой ты можешь как бы тупо вперед рашить жанру игры дай торогали полпона 13 а я зря так делаю всегда тоже получаю когда в толпе пытаясь заюзать это темпы чаще юзать рестор жал у ограничено ли можно далеко за экран ограничено тут даже по моему магички projectile летит до конца экрана и потом видно как он падает у этой по моему не видно а вот магички видно так за счет отсюда я спустил сюда мы можем уйти а здесь у нас какой-то что-то интересное ага вот это серьезно ребята они стреляют и а там еще путь медведь что ли он сидит с у нас на зенов the corrupt and turn to cool а это тейн строй музык плейдом она до ангелин интертейн Волк у нас дома есть, почему бы не завести медведя, да? Беременной матери понравится такой пэт новый. Что может пойти не так с медведем, да? Теперь это же код. Так, они не готовили, они развлекались. Так, вот эта классная штука на криты, по-моему, на десятку, да, на десятку получает. Блять, как же это стягивание стрел рулит, просто вообще нереально. Беда медвежица, надеюсь, она не вернется к этому, в эту преисподнюю. А ты кто такой, прошу прощения? А че не могу? А это он меня притягивает, во какого хрена? Бля, как же криты летят? Как же летят криты. Кайф. 3 4 4 5 6 6 vampire olmaz надо либо сейчас полностью вкладываться в дэм и шли бы в крит и хрен знает а еще левуна на болин она понял эти посадим что магазин есть тут не магазин создает отель дающие огромные бонусы не вижу огромные бонусы скорее всего он просто хилит у меня долго тотем стоит смотрите 10 секунд стоит да он дает хп а рейкинг а сэркл вот рэвент тазом манин а крейтер анемии подолшу окройте вывод для что-то я много даже получил вообще на халяву мне не нравится ситуация очень нравится так а если я посолю на то там у меня хилить будет у меня хилит и по-моему он меня а у меня не похилил он мне дал дополнительное хп и да беда беда повышать шанс уклонения заверните и пациентом вместе куда прилетает за старик по врагам не при ты не так работаю так то что-то печально какая-то ситуация по итогу подслился я так знатно что-то 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слишком много у меня хп было, чтобы без толку его слить Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Да, твою мать Да тварь и которая Д life не было как прикрытия Запад Но это хреновая штука Больше рейнджа Твоя щена Тут должен быть торговец Музанный дjemбет эффект случайного обелиска не хочу выпускает мощный импульс и отталкивающий от себя врагов может быть меняет божественную реликвию случайно после использования говно позволяет наносить двойной урон когда здоровье опускается ниже и вот что покупать давайте возьмем это но такое часов игрушка на кто-то писал что на 12 часов геймплея мне кажется что дольше учесть сайт очень отличный холон убит называется такой вот сайт пишешь название игры вот и вот 10 часов main story написано но для новинок такой себе сайт конечно но как-то так я должен сказать что я в эту игру уже больше чем 10 часов играю так что я хз кто там играет в эту игру 10 часов это подвалы лут галей на не знаю чем ты барок но это да это 2 локации я вчера решил сразу качать деда потратил два часа на прохождение первого босса паукана на первый босс я тоже где-то наверно два часа потратил но я короче долго его билда теперь вам скрывать эти ящики а что делать сильно повышать физические удары и урон за счет медленной потери здоровья так я возьму на не факт что его буду применять может быть на боссе применю прикольно у нас пристрелы сквозные основная атака стрелами поджигая вот это лучше здорово будет вот галей на локации зяблых пол что простите как сидишь что так арена да но я там лучше справимся хоть и долго будет так так а и а и и и и так вы было хилка это хорошо куда ты сраная стена мелкий пассив теперь дамажит ни хера себе что так много жизнь все это говно дает шанс при получении удара выпусти снаряды в разное направление да жалко что из айтемов не так много как хотелось бы они реально сейчас повторяться начинают мелкий баку не дропнул ему можно да все равно что-то странно просто такая мелочь количество количества случайного и морвы конечно же заверните у меня правда еще на последнем этаже дали бы этот этот грейд но грех жаловаться так у нас кстати закончилась рума надо будет наверное взять который пробивает где-то здесь она должна быть но у меня весьма посредственные активки но тем не менее выше раз рандом и еще хуже бинда как-то кулачем лидит Блин, я не понимаю, у меня демич срезался из-за этого. Основная атака пронзает врагов насквозь. Вы впечатляете, что демич снизился? Еще... А, нет, это другая арена. Это был Варса. Креция, которая сейчас угрозила героя, была крудно фокусированная инферно из хитрости и малисти. Слушайте, судя по хп, оно не скалируется во время тотемов. Это просто 80%. Вы спасли мастера рун Ходжу. Теперь он будет появляться в подземельях и чинить руны за плату. Создает область, которая замедляет врагов и наносит им урон. Вот это, по-моему, получше, чем тотем замедляющий. Шесть с половиной тысяч, охренеть! Потому что она еще и демич наносит. Но она, правда, не так долго длится. Так, и шо, и как руны чинить? И радиус меньше. Радиус, да. Гармонический удар мгновенно восстанавливает взрывное... О-о-о-о-о-о-о, это кайф. Так, а... ХЗ в магазине будут появляться, понял? О-о-о, это хорошо! чашка и взрывать два раза не попал и и тить но это имба какая-то Нет, всё-таки скалируется Хотя, может быть, дэмэдж получил не в этой штуке О, это что такое? Это что-то новенькое А, нет, оно просто выглядит иначе Слушайте, а смотрите, оно как будто бы в скверне Если я его открою, возможно, начнётся на мне нападение Кажется, ты сегодня ещё более пиксельный Дарву, дарву гембл Да Сегодня решил ещё более пиксельным быть Понял? Понял Так, а тут у нас скриты, да? Опять эта хрень Да ладно, я угадал Я угадал Чат, я угадал Тут руна, серьёзно? Кайф Ну, по-кайф Ой, блин Так, ну, у меня на архилке есть, можно не париться У меня даже тут где-то есть хилка Так, всё, стрелы больше не сквозные Я думаю, что не на нём, простите Второй в Украине Блин, тогда почаще ярость юзать Ну, я уже её не буду юзать, потому что скоро босс А вот и босс Чё-то какая-то такая локация маленькая Ну да, я везде был Лола, тут не торговец Восстанавливает чья здоровье Пффф Ещё бы реально в конце дали мне этот айтем Так, ну что, босс Замедляет врагов основная атака К сожалению, на боссов эта хрень не работает 8000, кстати, нифига Всё, погнали Так, у прошлого босса и магинчика я убью Вот а был-то босс не особо сложный Слоняя Абхараха, господин свободного света, сейчас скреплено на землю. Его звук в п... ...и сейчас только варен в его преследовании. может мы не можем атаковать не нельзя я на самом деле еще сам пытаюсь время тянуть а короче на это про потяки мне время мне выгодно время тянуть а а а Ой, ой. Ой, ой. Это что такое? Ой, ой. Ой, ой. Изи. Изи. Если что у него руны на авто ображается, но больше не работает. Не заметил. Небесно дорожено. Позно, конечно, уже понятно. Около десятки заработали. Фух, но это было прикольно. Довольно легкий босс, но вначале я начал бояться, что я не осилю его. Потому что я не понял. Я не понял. Изи. Видно было твой пот. Ой, да что ты рассказываешь? Что там не было видно? Ты все выдумал. Я все равно понимаю, как чуваки прошли эту игру за 9 часов. Я не знаю. 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 Я знаю. Мне реально к ней другая семья. Так вот, что бабуля видела Берксона Так была еще одна вера, которая показана для Берксона Но есть еще больше, что искренне Нет, он рассказывает, что жертва не изменит судьбу мира Ну, на какое-то количество времени изменит, как видишь Девушки Рая Дэна, депутат Берксона И сколько много его дамы обнаружили, предыдущих Субъекта много спекуляции в семье Спекуляции без уверенности Когда Линда рассказали о депутат Мэри Они знали, что они должны сделать что-то для прекратить катастрифы Марк пытался помочь с его знаниями Он знал, что где-то вокруг Берксона Было дерево, и экстракт из его сына Мэри мог помочь с депутатом и болезнью Но Берксона универсировала к коррупции И не даже деревья были безопасны Мэри Мэри Рупсы лежали в перед ними Русский Два футболка, чтобы предупреждать, кто может оставить их там. Ну, знаете, что-то мне подсказывает, что нужно качаться вот здесь в основном. Потому что игра уже почти к концу подходит, как я понимаю. Вот так вот. Так, получается, на последний раз нужно отправиться сюда, на вот эту вот территорию. Блин, я не понимаю, как люди ее просить за 9 часов? Мне еще один стрим, как минимум, понадобится. Снаружи кнопка была. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не вижу снаружи кнопку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, они все 13 левел, что за хери? Одного левела не хватает. Он типа сын кузнеца. Вот. Много урона, Линда появлена. Ну что, докачать ее или что делать? Или взять кого-то другого? Ну туда создавать смысл в том, что их нужно докачать до 14, а потом брать других персонажей. А сейчас это как-то бессмысленно. Типа 8 левел, он не так уж сильно и нужен. Ладно, возьмем тогда еще разочек Линду. Ладно, возьмем тогда еще разочек Линду. Старый бароход. Такое бодренькое начало. Кстати, мы сюда предыдущей локации змей не было. По-моему, их не было. Ооо. Ааааа. Чего? Простите, а зачем я это говно взял? О, ебут. Мгновенно заполнять шкалу рывка. Всяко лучше, чем самому себе урона носить. Как будто ежик появился. Да, позже пойдем. Еще быки какие-то появились. Вот куда стрела упала? Кстати, вообще-то качали ловил. Ой. Подписывайтесь на канал. и боб удар отбрасывает врагов так давайте смотреть значит а лол а нет не хватает мне хватает хорошо время оглушения три с половиной секунды скорость движения 115 процентов шанс крита 50 процент более вот эта штука очень хороша вот реально очень хороша но даже не знаю тратить меньше уносности на передвижение стрельбу поэтому может сражаться дольше уже кстати не реально не хватает вот этой темы давайте наверное возьмем все-таки оглушение хотя нет хочу вот эту прям боссы уходят на раз-два с этой штукой с ними получают урон линда появляется понятно удар линды ударе линды бойцы ближнего боя замедляются линда пользуется слабостью врагов и наносит больше урона замедленным или оглушенным противником 115 процентов это шутка что ли ярости стражи линда поливает врагов градом стрел урон 140 длительность 2 секунды использовать во время ярости страх стражи так простите а в чем как бы смысл если тут 200 процентов наносит в чем-то смысл хорошо ететь колотил это было больно так что ты как-то это обычные твари обычные бесполезные куски дерьма и я на них только хп стук и спасибо куда извините стрела опять улетела боли ладят хп пацану пойду пойду пожалуй как бы да написали что сняли один с хп сняли на самом деле ску 40 по 10 хп отлично делает прям прям великолепно и и и и и и и и так надеюсь с этого аптечку выпадет и и вот где я опять застрял вот что-то такое было и и и и и и и и Продолжение следует... 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 так слушайте ну тут ой случайно это нажал тут получается у нас всего лишь два этажа и сразу же стив limbs of trees long dead groaned in the breeze as their fruitless struggle to remain upright continued as if unaware they had fulfilled the only promise ever kept uber а ну-ка давай тебя вот так и вот это дэмэдж просто охренеть дэмэдж и вовремя стрелу правил небесный удар грушивается на врагов а вы отлично вот это кайф как это нам нужно отбрасываешь и закончилось давайте бы быстрее пока заканчивается они погодите же братство не заменил о чем это так что тут у нас какой такой квест нет ни квест враги поблизости получают урон на уж сто раз было это прикольно штука тем что я теперь могу бочки ломать ой 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 могу бочки ломать просто по ним бегая так жал я уйду да ёб да чё ж такое же так много дэм же не зашо не прошло получают хорошая графические затягивает да но мне кажется до стриме она такая себе потому что он тут одно и все про происходит постоянно и таки в этом плане под динамики потому что там ты у тебя очень много шансов умереть и вот это вот горение стримера все как обычно смещает ловушку который срабатывает при контакте с врагов ну дайте оставим может быть потом применим ее это чё такое понял тебя когда крысы никогда бы долбаные крысы так единичка на ну 115 уродов это вообще каплю в море ну реально каплю а потом 145 лол они забыла начать 125 там например так так область действия увеличивается но урон снижается спасибо но нет абсолютно бесполезная хрень так погодите что ты че не все смотрел на вот эти все смотрим едите cry is for reprieve were met with only one word march и че злоде среди них нельзя и че 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 великая че почему я не разрушаю мне же это штука в праге поблизости получают урод когда вас атакует она когда атакует чуди которых сражается на вашей стране ближнего 싶은 дерьмо ближнего дерьмо мы нашли предмет артефакт какой-то там артефакт филда хирос баре он контакт with it embracing them in comfort uncle ben would certainly have something to say about this strange стреляна не умирает расстрел от вас это несколько и каждая бьет сумме больше урона намного может быть для этого нужно в нрейш войти который я сегодня проживаю только на боссе она больше не до градострел будет мне кстати для босса очень все плохо у меня плохие это меня все супер плохо на боссе скорее все пососай будет если я срочно не найду торговцы супер хорошими айтами для проблемы а этот работяга он все так же наносит по 10 деможи или он в этот раз уже больше наносит зря я сюда пошел надеюсь проверим 17 наносит скалируется от моего дэмоджа видать так зря наносит больше урона в меньшей области так сюда потом пойдем вот это дерьмо минус камушек почему это часто криты вылетают 15 процентов но я вообще каждая так и правой стопкой переплетит и убер опять крит лол дар размещает ловушку но так как я почти закончилась давайте сменим так а вот и босс но давай торговец не подведи ну хоть что-то хорошее интересно их две можно сделать можно м который отбрасывает врагов на больше это вряд ли поможет хотя хреном узнает какой там босс будет ну чё меньше хп больше дэмэджа почему вы мать твою и нет мне страшно перед следующим боссом так мало денег собрали так вы еще вниз не ходили у нас много хилок можно в принципе смело вниз идти еще плюс одна хилка суммонерс in a circle surely nothing would come from it a greater enemy but also a greater reward еще так ворвался да а 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 болезна вообще можно было не получать оттуда не кувыркается валин вот же это получал дэма же как-то получал и еще просто кайф просто кайф сбрасывает врагов я резко захотелось просто за птичка сходить поэтому сюда вернулся мало ли но ты где стрела так тут еще какой-то старый этот король такое что я подсказал себе не хватит хэп и блин установить все просто раскрытие истории из библиотека у тебя дома вот там все описывается вот эти ловушки это надо заменить их потому что они мгновенно срабатывают оглушает врагов хорошо 2 2 стана уже Продолжение следует... С такой атмосферной динамикой. Это так сильно ему нравится. Или ты имеешь в виду, что хочется с друзьями так же. Так, морозильный выстрел у нас теперь есть какой-то. Замедлять бы врагов. Оно и металл были стремлены. Один тело был в виду, один не потерялся. У меня у вас? Кстати, с учетом того, что я их замораживаю У меня, скорее всего, этот навык работает Больше урона Замедленным или оглушенным врагом То есть я их замедляю И следующие стрелы им еще больше дэмэджа наносят Это, кстати, неплохо Только сейчас дошло до меня У Линды, кстати, 16 левел Слушайте, ну а где? Где тело второго? Ну что, босс, больше вроде некуда идти Все уже проверили А, надо ловушки сменить Это, по-моему, как раз-таки и есть ловушки О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Слева темно, что-то не чектал А я отсюда появился Все, погнали, босс Не фашу его пройду, потому что прошлого босса Ну, я, в принципе, прошлого босса неплохо так одолел Но так как у меня сейчас очень мало хп Ой, не факт Оглушает врагов Наносит больше урон в меньшей области Оглушает врагов Если у босса будут работяги Это неплохо, в принципе, их оглушать А если не будет, а чисто босса нам дамажит То это лучше было бы Ну, давайте, наверное, все-таки оставим Что есть Так, у него какой-то бластер будет Прям инфо-100 А я его замедляю? Понял вас Понял вас Понял вас Я не то, я сдаю за хилку случайно Ай-яй-яй-яй-яй-яй Что же я делаю? Угу Кот Ну ну, undermинь Ну 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 Что-то такой себе босс Я не знаю, может там у него вторая фаза будет супер сложная Да, что-то мы на ныряле ездим Я не понимаю, где-то еще корень есть, почему я не дамажу Я даже не прожал эту штуку, если что Сверху спрятался и оставил в заднем зоне, в которую Парк смотрел спасибо большое спасибо огромное тебя так и что-то целебно семена мэри сверху справа было да действительно как будто бы что-то было не заметил слушайте ну чё-то простой босс какой-то супер простой кодич здорово спасибо огромное спасибо прям радуете прям радуете вообще спасибо большое вольверин здорово пауки то сложнее было да паук реально жопу поджигал но это что-то вообще супер простой босс но я так понимаю в этой игре боссы не простые те от атак которых ты не можешь никак это выяснить for john to exhale with relief он беден пейн shot up meri spain and filled her eyes something other than her illness the baby was coming it was time the air was suddenly still meri sickness said made them forget that the ravenous mountain god it was after their baby curse the black altar come alive with an ominous will even rare's light couldn't keep it at bay couldn't delay the evil of the sacrifice forced upon them when john held her for the very first time she was crying the song of life life was all that went through her father's mind how he wished that he could give his own life instead of his baby's but his life was worthless to the cruel god mary burst into tears she feared that john was going to give up their baby to save the world a world that at this moment was worth nothing at all to her what chance did the bergsons have against this monstrous cruelty of an immortal god what a rotten fate that had doomed them to this destiny how could john accept this heinous cycle of looming apocalypse and child sacrifice his whole body shook from the conflict inside him every glance from his family was like a mortal wound to his heart would they let hope die this day would they let hope die this day this could not be the end this could not be the end no grandma had already sacrificed herself for them there would be no more sacrifices together they were going to break that cycle and defeat unjust fate and the look in their eyes became one of resolve for life for hope the end the end of the day the end in this the end of the day and the end of the day так ну собственно вот 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 так давайте посмотрим там что там у нас снизу происходит wasn't defending their home more important than saving yet another spirit was there any other way to defeat who many questions remained without answers they knew of no other way than freeing the naisa Терра-Лава, третий и последний spirit, spirit of dreams. Фига, там ломанька уже с посохом ходит. Прям замена бабули. Предлагаю провести следственный эксперимент над Фомби. Что надо пожертвовать или выкинуть, чтобы ты засветился? Терра-Лава, скрипы для GTA 5, я бомбанул нахер. Осталось последние две локации. Вот это вот и вот это вот. Но, ребят, сегодня мы уже их не посмотрим. Блин, единственное, что обидно, что скорее всего там геймплей реально ненадолго. Там реально мало геймплея. Я думаю, мы на следующей трансляции допройдем эту игру и поиграем еще во что-то. Потому что сегодня надо уже заканчивать потихонечку. Что у нас там по деньгам? Около 9 тысяч. Ну, еще прокачаемся. У нас открылись, наконец-таки, криты, которые можно прям качать-качать. Вот, 210. То есть у нас где-то будет 240 крит. Неплохо. Весьма неплохо. Ну и, понятное дело, надо тогда шанс критов качать. 15% плюс там какие-то еще проценты будут на крит. Вот. Шансы весьма неплохие, весьма неплохие. Ладно, ребят, давайте я на сегодня тогда буду заканчивать. Вот так вот поиграли. Вроде бы, ну, игра очень хорошая. Я прям всем советую. Если особенно любители рогалика, то прям это топовая игра. Она не особо-то и дорогая. Можно прям брать и покупать смело. Вот. Есть, конечно, некоторые вопросы вот по поводу вот этого персонажа, допустим. Он реально для меня вот, по крайней мере, не раскрыт. Уже очень он печальный. Уже очень он долго совершает атаки. И просто невозможно им играть. Все остальные персонажи. Ну, еще, возможно, критовик этот проблемный. Но надо попробовать. Надо попробовать. Давно им не играли. Я думаю, на следующей трансляции им обязательно попробуем поиграть. Вот. В целом, все хорошо. Вопросы только по поводу этого чувака. Ну, дочурка, ну, играбельная, конечно. Но там геймплей получается не очень интересный. Тебе постоянно приходится кайтить, отступать. И в некоторых местах, типа в комнатах запертых, вообще очень проблемно играть. Вот. Все, ребят. Всем большое спасибо, кто смотрел. Завтра стрима не будет. В пятницу, скорее всего, Брэйт Эйдж пройдем. Там две главы новые добавили. Не знаю, по продолжительности, сколько они будут занимать времени. Но поиграем в них, посмотрим. Брэйт Эйдж, кто не знает, это в космосе игра. Весьма такая рофельная. У меня была трансляция по раннему доступу. Если вы не смотрели, посмотрите на ютубе. Оно того стоит, поверьте. Оно очень смешное. Вот. Все, ребят. Всем большое спасибо, кто смотрел. Приходите обязательно еще. Всем хорошего настроения. А, по поводу Брэйт Эйдж. Нет. Брэйт Эйдж не будет. Будет у нас Грин Хэлл. В пятницу, ребят, начнем в Грин Хэлл. Пятница, суббота, точно Грин Хэлл. Воскресенье, ГТА. Вот. А Брэйт Эйдж? Не знаю. Пока откладываем. Там посмотрим. Все, ребят. Всем огромное спасибо. Всем хорошего настроения. Хорошего дня. Я пошел. Давайте, ребят. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.